Скажем слава нашему Господу за эту дарованную возможность собраться на этом месте. И здесь сегодня собрана особая категория. Особая категория детей Божьих, очень юных. Но вы знаете, пройдет какое-то время, и вам предстоит продолжать то служение, которое однажды Бог верил своим апостолам и сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И для того, чтобы пойти и проповедовать, сегодня Бог собрал нас на это место. И разного возраста присутствуют сегодня братья, сестры. Вот Алексей Игнатьевич сидит между нами, уже старец, уже шел этот путь. И какое-то у него есть наставление для вас, которое он желает преподать. Есть немножко помоложе братья, брат Игорь Азанов, брат Олег Шиповал. Будут делиться темами. И я думаю, и в их сердца Бог положил какое-то наставление, чтобы вы пошли не с пустыми руками, но вы пошли под наставлением братьев. При содействии благодати Божией вы могли иметь то благословение, которое Бог даровал для всех возлюбивших Его. Слава нашему Господу! И девизом нашей конференции избрали стих 28-й, 72-го псалма Асафа. «А мне благо приближаться к Богу». И я хотел немножечко бы на вот этот небольшой стих немножечко сказать и пригласить нас всех к молитве. Интересно, что идет как бы противопоставление. «А мне благо приближаться к Богу». Почему идет противопоставление? Потому что до этого 27-й стих говорит, «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». И Асаф – это был прозорливец, ответственный за музыкальное служение, поставленный в храме Божьем, чтобы служить пред Господом. И вы знаете, что несмотря на то, что это был муж Божий, имел дарование, это не был юный человек, это уже был зрелый человек, но вы знаете, в его жизни произошел такой момент, когда он говорит об этом в самом начале этого 72-го псалма. Первый и второй стих до третьего. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Друзья, и с верующим человеком случаются различные искушения, и даже с таким, который, может быть, имеет дарование, уже, знаете, может быть, где-то укрепленный, утвержденный в вере, но вот вы знаете, посмотрел и позавидовал, и где-то нашлось в сердце место для зависти. И вот у него пошла борьба, об этой борьбе он пишет на протяжении 72-го псалма. Его борьба, переживания. И он говорит, что у них своя жизнь, и вроде неплохая по плоти, по человеческому рассуждению. А говорит, а неужели я напрасно, напрасно я подвергал себя, написано 14 стих, ранами всякий день, обличениями всякое утро, и немножечко выше, очищал сердце, омывал невинности руки, что я этим всем занимаюсь, и мне где-то, и бывает и тяжело, и трудно, а у них все хорошо и прекрасно, да? И вот такая борьба в человеке. Но когда он вошел в присутствие Божие, он разумел конец. И вот выводом вот этих переживаний этого псалмопевца стали вот эти слова. Он понял и уразумел, что те, которые удаляют себя от Бога, они гибнут. Те, которые идут по путям греха, по пути этого греховного мира, образа жизни, который он сегодня представляет, знаете, очень ярко и насыщенно через все средства информации, то эти люди удаляют себя от Бога, и конец их погибель. И псалмопевец говорит, а мне благо приближаться к Богу. Слава Господу! И другой псалмопевец, царь Давид, говорит, благо мне, что я пострадал, чтобы научиться твоим уставам. Друзья, и бывает, путь христианина, он не такой простой, но проходя через все эти обстоятельства, хотя, может быть, трудно, встречаешься с какой-то борьбой, искушениями, но Слово Божие говорит, вот это приближение к Богу, это путь освящения, путь приближения к Богу, и Слово Божие говорит, что для твоей и моей души это благо, слава Господу, потому что благ Бог к Израилю, Бог благ своему народу, у Него много благ, у Него много благословения для тех, кто идет этим путем, друзья. И поэтому желание моего сердца, чтобы мы с вами обратились к нашему Господу, у Которого много благ, у Которого много благословений, чтобы благословение Его, оно почивало на этом месте, чтобы Его благословение, оно могло, те, которые, может быть, устали физически, где-то из не могли, чтобы Бог так посетил нас, как Слово Божие говорит, дух бодр, а плоть немощна, чтобы Дух Божий так сошел, чтобы мы все ободрились, наши сердца расширились, и мы были способны то благословение, которое будет сегодня на этом месте Бог изливать, или через Слово, или через пение, или через молитву, мы могли воспринять, и мы могли еще больше приблизиться через наше присутствие на этой конференции, через наше, может быть, участие на этой конференции, мы могли приблизиться к Богу и пережить эту благодать. Аминь. Ставши совершим молитвом. Твои небеса и твоя земля, и что наполняет ее. Ты видишь пути, и знаешь дела, и все повышления мои. Иду ли я, отдыхаю ли, и ты окружаешь меня, И все пути мои Известны лишь тебе И все пути мои Известны лишь тебе И в тайне сердечной Ты знаешь меня Желания ты знаешь мои Ничто от тебя Не сокрыто, мой Бог Сты сила и слава моя И иду ли я Отдыхаю ли И ты окружаешь меня И все пути мои Известны лишь тебе И все пути мои Известны лишь тебе За все остаюсь Благодарен тебе Ценилась твою Любовь и любовь И дальше храни Ты меня мой Господь С тобою Хочу я Идти И иду ли я Отдыхаю ли И ты окружаешь И ты окружаешь меня И все пути мои Известны лишь тебе Известны лишь тебе И иду ли я Отдыхаю ли И ты окружаешь И ты окружаешь И ты окружаешь И все пути мои Известны лишь тебе И все пути мои Известны лишь тебе Счастье в мире И долго Долго я искал И во тьме Некровной жизни Я блуждал Но теперь я Исцелен От греха Освобожден И Иисусом Мир мне Сердце Бог Говорит О, как я Рад Иисусом Я Статем Меня Он Иступил Грехи Мои Простил О, как я Рад Я Ибо Свобожден Я буду С Иисусом Навеки Там Где Он Кровь свою Сын Божий За меня Пролил Бесконечную Любовью Возлюбил Имя Чудное Христа Не забуду Никогда Лишь О нем Теперь звучит Глава Моя О, как я Рад Иисусом Я Спасен Меня Он Иступил Грехи Мои Простил О, как я Рад Я Рима Свобожден Я Буду С Иисусом Навеки Там Где Он Жизнь Свою Хочу Иисусу Посвятить Каждый день Каждый день Каждый миг Ему Служит Детство Юмности Весну На Алтарь Ему Несут И за Ним Я По следам Его Пойду О, как я Рад Иисусом Я Спасен Меня Он Искупил Грехи Мои Простил О, как я Рад Я Рима Свобожден Я Буду С Иисусом Навеки Там Где Он О, как я Рад Иисусом Я Спасен Меня Он Искупил Грехи Мои Простил О, как Я Рад Я Рима Свобожден Я Буду С Иисусом Навеки Там Где Он Я Приветствую Дорогих Братьев Служителей Я Приветствую Тех Которые Приехали Сопровождая Подростков Я Приветствую Вас Подрастающие Христианство Подростки Именем Любовью Господа Иисуса Христа Который Даровал Нам Возможность Быть На этом Месте И Который Духом Святым Присутствует И Желает Свою Божественную Волю Довести До Каждого Не Только До Ума А И Для Сердца За Это Хотелось Бы Вместе Сказать Слава Нашему Господу Дорогие Подростки Будущие Братья И Сестры Мне И Нам Служителям Хочется Надеяться И Верить Что Это Сидят Будущие Проповедники Будущие Харисты Будущие Служители И Если В ваших Сердцах Есть Такое Желание Служить Богу Знайте Что Для Этого Необходимо Иметь Близость С Богом Без Этого Служение Какое Бы Не Занимал Христианин В Лучшем Случае Безуспешно А В Худшем Случае О чем Уже Брат Олег Прочитывал Удаляющиеся От Тебя Гибнут Дорогие Братья И Сестры Все Которые Присутствуют Здесь Я Хотел Бы Чтобы Вы Были Предельно Внимательны На Эту Актуальную Тему О Близости С Богом Псалмопевец Говорит Ему Благо Приближаться Вы Желаете Чтобы Вашей Жизни Было Благо Благословение Знайте Без Близости С Богом Его Не Будет И Благословение Во всех Аспектах Вашей Жизни Зависит От Вашей Близости С Богом Бог Сегодня Хочет Положить Это Ваши Юные Сердца Дорогие Братья И Сестры Я Хотел Бы Распространенно На Эту Тему Сказать Ведь Именно Если Говорить О Близости О Теме Близости То Если Мы Рассмотрим Этот Вопрос В Физическом Мире То Этот Вопрос Вет Относитель Когда мы Были в Новосибирске Мы были далеко От Томска Да Когда Приехали К Болотному Ближе К Томску Еще Ближе Пришли В этот дом Еще Ближе Рядом Сели Еще Ближе То есть Близость Это Вопрос Относительный Знаете ли вы Размышляли ли вы Что В Духовном Плане Близость Богом Тоже Относительная А Следовательно Я Хочу Сказать Насколько Господь Позволит А вы Постарайтесь Быть Внимательным Для Того Чтобы Посмотреть Какая Близость У нас Если Так Образно Говорить Какое Расстояние Забегая Немного Вперед Я Хочу Сказать Вы Знаете Близость Друг С Другом Это Самое Близкое Близкое Положение Чувствовать Локти Вы Знаете Что С Богом Близость Гораздо Ближе Я Его Не Могу Поселить Своё Сердце А Христос Сказал Я Вселюсь В них И Будут С Ними Слава Нашему Богу Я бы Хотел На Несколько Моментов Остановить Наше Внимание Относительно Близости С Богом И Повторяю Каждая Душа Молодых Пожилых И Нас Служителей Должна Быть Внимательно К Этому Если Говорить Относительно Близости Что Это Вопрос Относительный Значит Именно Поесть Понимание Самое Далёкое И Самое Близкое Конечно Я Речь Хочу Вести От Духовной Близости Что Бы Вы Назвали Или Вы Понимали Самое Далёкое Расстояние Человек От Бога Самое Далёкое Расстояние Мы читаем В Тринадцатом Псалме Первый Стих Безумие Сердце Своём Сказал Нет Бога Не Знает Что Бог Есть Равносильно Как и В физическом Есть Дети Которые Не знают Что В них Есть Родители Это Самое Далёкое Дорогие Друзья Я думаю Что На этом Месте Все Те Которые Верят Что Есть Бог Хотя Если Смотреть На Молитву Как Каждая Душа Молится Ну Можно Немножко Некоторых Молодых Особенно Усумниться Но Это Говорит О том Что Если Именно Вы Познали Что Есть Бог Значит Именно Вы Уже Сделали Шаг Ближе К Богу Потому Что Вы Имеете Преимущество Перед Тем Которые Не знают Не верят Богу А Вы Верите Слава Нашему Богу Но Дорогие Братья И Се 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 Это Хорошо Что Вы И Мы Познали Что Есть Бог Образно Говоря Сделали Шаг К Богу Но Знаете Ли Что Как В Физическом Так Так В Духовном Плане Можно Знать Что Есть Родители Или Знать Что Есть Бог Но Быть С Ним Во Вражде Я Думаю Вы Понимаете Что Это Неполноценная Близость Богом Равно Как И В Физической Жизни Это Неполноценно Поэтому Мы Понимаем Что Те Которые Сделали Первый Шаг Которые Познали Поверили Что Есть Бог Должны Сделать Шаг Рассмотреть Что Какое Мое Отношение С Богом В мире Я Или Во Вражде Когда Мы Читаем Апостол Павел Пишет Колоссянам Что Мы Будучи Врагами По Расположению К Злым Делам Может Вы Успокаиваетесь Тем Что Именно Вы Сделали Шаг Познали Бога Но Не Вникаете В свое Состояние В мире Ливы С Богом И Апостол Павел Говорит Мы Посланники От имени Христова Просим Примиритесь Богом Что Это Значит Это Значит Что Каждая Душа Которая Познала Что Есть Живой Есть Святой Всемогущий Бог Познала И Безусловно Увидела Что У нас Есть Греховная Наклонность В нас Есть И поступки Которые Не соответствуют Воле Божьей Надо Покаяться Надо Осознать Надо Искренно Осудить И попросить Прощения И получить Мир С Богом Слава Нашему Богу Но Мне Хотелось Бы Сказать Возлюбленных Господа Не Все Этот Вопрос Правильно Понимают И Рассматривают Я Думаю Что Здесь Большинство Тех Это Дети Верующих Родителей Вы Знаете Что Вам Необходимо Несмотря Что Несмотря На То Что Вы Дети Верующих Родителей Вам Необходимо Сделать Второй Шаг Выйти И Сказать Господи Прости Я Желаю Служить Тебе Дай Мое Сердце Твой Божественный Мир Я Хотел Обратить Внимание Мы Об этом Еще Остановим В конце Внимание И будем Молиться Поэтому Близость Бога Это Вопрос Достаточно Важный Я Думаю И Хочется Верить Что Здесь Большинство Именно Тех Для Которых Второй Шаг Или Вопрос Покаяния Уже Пройденный Этап Но Это Не Все Поэтому Я Хочу Сказать Что Именно Все Те Которые Желают Служить Богу Вы Не Обходите Этого Момента Вы Должны При Свидетелях Сказать Что Вы Желаете Служить Богу Что Вы Желаете Иметь Мир С Богом Конечно Вы Понимаете Что У меня За плечами Много Лет И Я Видел Тех Те Души Я Видел Именно Те Личности И Те Церкви Которые Входили В члены Церкви Автоматически Они Посещали Дет Ну В 60-х 70-х Годах Да и 80-х Конечно Не было Воскресных Школ Они Посещали Молодежью Они Стали 18 лет Преподали Водное Крещение Они Никогда Не Каялись И К большому Сожалению Когда Уже Мы Пришли Сус Нам Приходилось Приводить К покаянию Души Которые Уже Много Лет Верующие Поэтому Сегодня Каждый Должен Познать Близость Богом В том Чтобы Получить Примирение Через Искренное Покаяние Конечно Я повторяю Я думаю Что Многие Здесь Сидящие Это Души Которые Покаялись Но Если Рассматривать Вопрос Близости С Богом В контексте Нового Завета То Те Которые Получили Примирение С Богом Должны Заключить Завет С Богом Должны Дать Обещание Ей Раз Приняли Решение Служить Дать Обещание Служить Доброй Совестью Конечно Большинство Подростков Этот Третий Я бы Выразился Шаг Еще Не Совершали Но Поймите Что Если Вы Хотите Служить Богу Иметь Близость Богом Это Необходимо Для Вас В Носибирске Есть Личности Которые К Тридцати Годам Которые Считают Искренно Верующими Они Никогда Не Каялись Они Не Принимали Водные Крещения Я Конечно Не Знаю Или Они Не Понимают Близости С Богом Или Они Не Хотят Но Я Это Говорю Чтобы Все Те Которые На Этом Месте Приехали Могли Знать Что Это Путь Приближения К Богу Но Это Не Все Мы Понимаем Что Те Которые Получили Примирение Заключили Завет Должны Нуждаться Крещении Духом Святым Сделать Еще Шаг Близости С Богом Именно Получить Крещение Духом Святым Успокаивать Себя Что Вы Верующие Что Вы Служите Богу Хотя Это Хорошо Но Это Недостаточно В очах Бога И Вы Должны Понимать У Вас Нет Той Близости Которая Должна Быть В членах Церкви В народе Божьем В церкви Которая Служит Богу Духом Слава Нашему Господу Дорогие Братья И Сестры Я Хотел Бы Спросить Поднимите Руки Кто С Подростков Крещен Духом Святым Слава Богу Но Однако же Дорогие Братья И Сестры Это Не Все А Мы Сегодня Говорим О том Чтобы Именно Могли Сделать Такой Шаг К Близости С Богом Все Но Вы Знаете Что Даже Получить Крещение Духом Святым Это Не Окончательная Близость Конечно Я Не знаю Может Некоторые Найдутся Которые Не Согласны Со Мной Но Я И Практически И Теоретически Знаю Догматику Нашего Братства И Священного Писания Можно Быть Крещеным Духом Святым Но Не Исполняться Духом Святым Именно Души Которые Могут Молиться Духом Но Не Исполняются Духом Святым Это То Это Та Близость О Которой Я Уже Сказал Не Только Чувствуя Что Мы С Богом А Чувствуем Что Бог В нас Слава Нашему Господу Дорогие Братья И Сестры Бог Сегодня Именно Свою Божественную Волю Возлагает Для Нас С Вами В таком Основополагающем Вопросе Который Является В 21 Веке Актуальным Как Никогда Потому Что Сегодня Можно Видеть Христиан Которые Сделали Один Шаг Познали Что Есть Бог И На Этом Остановились Другие Покаялись Также Остановились Не Нуждаются В Исполнении Духом Святым Церковь Христова Которая Должна Быть Взято Восхищена В Моем Понимании Это Те Которые Исполнятся Духом Святым И Дух Святой Подымят Вы Желаете Этого Бог Бог Сегодня Именно Предлагает И Говорит Что Для Этого Необходимо В этом плане Мне Хотелось Бы Еще Сказать Обратить Внимание Я Люблю Рассматривать Любой Вопрос Любую Тему В контексте Библии В контексте Слова Божия Когда Мы Читаем Книгу Иова Иов Говорит Такие Слова Сблизься С ним И Будешь Спокоен Всегда Ли В вашем Сердце Ваше Нахождение В семьях С Родителями С Родственниками С Вашими Братьями И Сестрами У вас Всегда Спокойно Или Мирно Сомневаюсь Что во всех Ведь Это Лишь Только Потому Что Нет Близости С Богом Когда Душа Имеет Близость С Богом Она Может Охотно Промолчать Она Она Может Не Не Уколоть Не Сказать Не Обидеть Не Толкнуть Потому Что В сердце Мир Рассматр Рассматривая В этом Плане Это Говорит Что Основополагающий Вопрос Для нас Это Близости С Богом Ты Сблизься С Ним И будешь Спокоен Говоря В этом Плане Мне Хотелось Обратить Внимание Вы Знаете Псалмопевец В пятнадцатом Плане В пятнадцатом Псалме Восьмым Стихом Говорит Он Одесную Меня Не Поколеблюсь Вовек Вы Начали Свою Духовную Жизнь Я Думаю Что Вы Намерены Продолжать Своё Духовное Состояние Вы Как и я Живёте В благоприятное Время Бог Только Знает Что Встретится В вашей Жизни Дальше Но Вы Хотите Не Поколебаться Вы Хотите Начатую Жизнь Сохранить До конца Знайте Это Возможно Лишь Только Тогда Если Будет Достаточная Близость Богом Я Повторяю Слова Которые Напомнил Брат Олег Двадцать Седьмого Стиха В Обратном Случае Если Именно Не Будет Близости Те Которые Не Имели Они Погибали Конечно Я Не Могу Не Могу Оценить Важность Этой Темы Полноценно Потому Что В Этам Ваша Духовная Жизнь В Этам Ваше И Наше Благословение В этом Залог Нашей Надежды На Вечную Жизнь Вы Знаете Некогда Когда Образно Говоря Саул Получил Близость Богом Когда На нем Почил Дух Божий Бог Его Сердце Стало Иным Сердцем Можно Сказать У Его Была Достаточная Близость Бога Но Чем Кончилось Поэтому Конечно Я не Буду Об этом Много Говорить Это Более Для Тех Которые Имеют Достаточную Близость Богом Важно Ее Не Потерять Важно Имея Близость Богом Не Возгордиться Подобно Саулу Пойду Прежде всего Надо себе Памятник Сделать Поставить А потом Все Другое И Не Стало Конечно Я напоминаю Как о важности Соломону Тоже Бог Несколько Раз Являлся Поэтому Сегодня Я Хочу Чтобы Мы Понимали Что Очень Важно Необходимо Нам Заботиться Чтобы Иметь Должную Близость Богом Я Повторяю Это Основополагающий Вопрос Нашего Спасения Я Размышляю Об одном Вопросе Приходя Допустим Именно К молитве Я Рад Увидевши Именно Тех Которые Сделали Как я Образно Выразился Третий Шаг Крещеный Духом Святым За что Хотелось Бы Еще раз Сказать Слава Богу Но я Хотел Бы Сказать Поднимите Руку Тех Которые Никогда Еще В церкви Не Каялись Поднимите Руку Тех Которые В церкви Уже Каялись Слава Богу Дорогие Братья Дорогие Сестры Я Хотел Бы Если У вас Есть Желание Именно Сделать Шаг Богу Примириться С Богом И Если У вас Есть Желание Сказать Господи Прости Мы Желаем Служить Тебе Вы Выйдите Суда Которые Не Каялись И Мы За вас Совершим Молитву Я Немножко Хочу Добавить Я Не Стал Много Затягивать Времени Ведь Если Говорить Относительно Близостей То Слово Божье Говорит Приблизьтесь К Богу И Приблизиться К вам То Есть Первый Шаг Инициатива Должна Быть От Человека А Вы Знаете Почему Потому Что Бог Не Создал Человека На Расстоянии С Собою В Едемском Саду Созданы Адам И Ева Имели Близость Богом Но Что Бог Их Прогнал От Себя Они Удалились А Раз Они Удалились То Бог Говорит Приблизь Здесь Ко Мне Поэтому Знайте Что Бог Сегодня Предлагает Каждому Из Вас Проявить Инициативу Чтобы Как Можно Один Другой Третий Четвертый Шаг Сделать Близости С Богом Да Благословит Вас Господь Для Тех Которые Покаялись Я Советую Ну Смотря На Некоторых Особенно Хотя Здесь Не должно Быть Кажется Моложе 12 Лет Мы Советуем Нашим Подросткам Конечно Я рад Что Здесь Большинство Подняли Которые Уже Покаялись Но Если Вы Покаялись И Завели Такое Желание Засвидетельствовали Вы В своих Церквях Придите К Служителю И Скажите Я Хочу Исповедоваться Во Всем Потому Что Покаяние Это Решение Служить Богу И сознание Своей Вины А Исповедание Это Освещение Сердца И жизни Да Благословит Всех Вас Господь Аминь Чтобы что-то сделать Надав на усилие И порыв И рвенье И прилежный Труд И не только Это Но еще Терпенье Нам необходимо Как надежный Друг Царство Неземное Силою Берется И Лишь Боги Сможешь Силу Подчеркнуть Если же Для славы Божьей Сердце Бьется Значит Не утрачен Смысл И верен Путь Есть Свои Законы В этой Жизни Тленной И мы Знаем Точно Как Их Исполнять О стремлении К небу Божьи Повеленье Нам еще Важнее Всем Воспринимать Царство Неземное Силою Берется И Лишь Боги Сможешь Силу Подчеркнуть Если же Для славы Божьей Сердце Бьется Значит Не утрачен Смысл Берем Путь Нелегко Бороться Плыть Против Теченья Искушенья Плоти В мире Побеждать Для спасения Гречных На Поль Служение Жизнь Силы Юность С Радостью Отдать Царство Неземное Силою Берется И Лишь Боги Сможешь Силу Почеркнуть Если же Для славы Божьей Сердце Бьется Значит Не утрачен Смысл И Верен Путь Мало Бескорыстных Кто Для ближних Рады Отдавать Все силы Совершая Труд И Совсем Немного Тех Кто Через Преграды До конца До цели Все-таки Той Царство Неземное Силою Берется И Лишь Боги Сможешь Силу Почеркнуть Если же Для славы Божьей Сердце Бьется Значит Не утрачен Смысл И Верен Путь Субтитры Субтитры С apparatus ПЕСНЯ 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 с вами, я ее назвал тремя русскими словами – прошлое, настоящее и будущее. И у каждого из нас, невзирая на то, сколько ты уже прожил, у каждого из нас есть прошлое. Даже если у вас дома остались ваши младшие братики и сестрички, которые всего лишь от рождения имеют два месяца, полгода или год, все равно у них уже есть прошлое. Пусть оно небольшое, пусть оно не выражается большим количеством прожитых лет, но оно у них есть. У кого-то из вас прошлая жизнь измеряется 12 годами, 14, 15 и так далее. Но у каждого из нас есть прошлое, у каждого из нас есть настоящее. Это то, что прямо здесь, прямо сегодня, это то, что является отрезком в нашей жизни, который мы имеем сейчас. И у каждого из нас с вами есть будущее. Будущее, которое нас с вами ждет впереди. Если мы представим нашу жизнь в виде цепи. Думаю, многим из вас хорошо знакома, как устроена цепь. Она имеет разные звенья. И эти звенья, одно цепляется за другое, образуется длинная цепь. И если мы с вами возьмем цепь, которая состоит из трех звеньев. Прошлое, настоящее и будущее. Как-то они между собой взаимодействуют или нет. Как-то влияет мое прошлое на то, что я имею в настоящем. И как-то влияет то, что я имею в настоящем на то, каким будет мое будущее. И мы с вами должны быть людьми, которые являются не близорукими, а дальнозоркими. Мы с вами люди, которые должны быть смотреть на свою жизнь с перспективы предстоящей вечности. У каждого из вас, у каждого из нас есть прекрасная перспектива впереди. Нас с вами ожидает вечность. Нетленное и неувядаемое царство. И Библия об этом говорит так красиво, что это в будущей совершенной вселенной. Как-то дедушка разговаривал со своим внуком. Может быть, у кого-то из вас есть дедушки, и вы любите с ними общаться, или бабушка, и вы любите с ними общаться. И вот как-то один дедушка общался со своим внуком. Внук был еще школьником. Что-то наподобие того возраста, который есть у вас. И увидел дедушка, что внук задумался о чем-то. И дедушка обращается к внуку с таким простым вопросом. Внук, а о чем ты думаешь? И внук дедушке отвечает. Да вот, дедушка, думаю о том, когда же наконец эта школа закончится. Как бы это побыстрее школу закончить? А дедушка спокойно говорит, ну представь себе, что ты ее уже закончил. А дальше о чем ты думаешь? Внук несколько секунд задумался, говорит, ну а дальше, ну думаю о том, как в институт поступить, хорошую профессию получить. А дальше о чем ты думаешь? Внук задумался, говорит, ну дальше, наверное, настанет время, надо жениться, семью создавать. А дальше? А дальше дети родятся. Надо думать о том, как их воспитывать, как их наставлять, как их кормить. А дедушка не устает, и один и тот же вопрос задает, а дальше внук что? И он говорит, а дальше, а дальше я стану пенсионером, уйду на пенсию. А тихонько продолжает дедушка, и один и тот же вопрос задает, а дальше, внук? А дальше? И вот внук подошел в своем перечислении всего того, о чем он думает, к такой черте, когда он сказал, а дальше, а дальше, а дальше я умру? И дедушка спокойно спрашивает, а дальше? А внук говорит, а дальше я и не думал. И дедушка говорит внуку такую простую фразу, так для чего ты живешь, что дальше смерти, и не думаешь. Вот верующий человек, это человек, который думает очень далеко. Он думает о предстоящей вечности. И вечность ожидает вас и меня. Вот почему очень полезно человеку рассуждать о своей жизни и понимать, что прошлое, настоящее и будущее – это вещи, взаимосвязанные между собой. И то, что человек имеет в настоящем, это во многом определено тем, чему он уделял время в прошлом. А то, чему человек уделяет время в настоящем, определяет, что он будет иметь в будущем. Итак, тема нашего рассуждения – прошлое, настоящее и будущее. Давайте возьмем текст из Священного Писания, с которого мы начнем наше рассуждение. Я думаю, очень полезно будет каждому из нас эти слова и наше рассуждение постараться вместить, усвоить, понять и в свою жизнь, в реальность воплотить. Книга «Притч», 11 глава, написана 21 стихом. Книга «Притч», 11-21. Звучат эти слова так. Книга «Притч», 11-21. «Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется». Слово «можно поручиться». Какой мы с вами можем найти еще синоним слову «поручиться»? Кстати, что такое синоним? Это что такое? Мы берем какое-то слово и ищем ему синоним. Это что мы с вами ищем? Близкое по значению. Слово может быть другое, но смысл должен отражать приблизительно тот же, который мы с вами слову-синоним ищем. Можно поручиться. Вот какое можно найти синоним к слову «поручиться»? Отчасти, когда люди используют ручательство, или когда они ручаются один за другого, это когда люди ищут какие-то гарантии. Когда, к примеру, один человек другому говорит, ну дай ему, к примеру, мобильный телефон на сутки, а другой говорит, я ручаюсь, что он тебе его завтра вернет. Что это ручательство дает? Оно просто увеличивает гарантии тому, кто дает, что телефон ему завтра вернется. Во всяком случае, надежда на это возвращение у него немножко больше. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, здесь Священное Писание говорит, можно поручиться. Другими словами, можно гарантировать. Можно точно заявлять. Так вот, что же нам Священное Писание гарантирует? Что же оно точно заявляет? В чем Священное Писание озвучивает вам и мне ручательство? Слушайте внимательно. Порочный не останется ненаказанным. Священное Писание говорит очень ясно, что Бог обозревает всю планету Земля. И Библия говорит, что Он зрит на каждого отдельно взятого человека. Бог знает помышления человека. Бог знает желания, которые в сердце человека. Бог знает слова, псалмопевец говорит, прежде, нежели они на устах моих. Ты совершенно знаешь все. И обратите, пожалуйста, внимание, тот человек, который в своей жизни практикует порок, порок, что это такое? Это то, что в Божьих очах является недопустимым. Это то, чего Бог в твоей и моей жизни не желает видеть. Но если это в твоей жизни есть, ты в своей жизни допускаешь порок, что к чему это приводит, не останется ненаказанным. Вы когда-то думали над этим, друзья, что между совершившимся поступком и между временем, когда за этот поступок человек получает взыскание или наказание, иногда очень большой отрезок времени. Иногда этот отрезок времени может измеряться годами, десятилетиями. Но что говорит Священное Писание? Что можно точно и гарантированно сказать, что если в жизни человека есть порок, то настанет время, и обязательно за этот порок он в своей жизни понесет наказание. Есть один способ, с помощью которого человек, который допустил порок, но наказание в его жизнь еще не пришло, у него есть способ, как от этого наказания можно раз и навсегда уклониться и никогда с ним больше не встретиться. И это как раз то, что вы сегодня многие из вас сделали. Человек может пред Богом покаяться, и тогда за сделанный порок он в своей жизни получает прощение и уже не встречается с Божьим наказанием. Как-то в одно служение пришел человек. Это человек, который имел с собой портфель. И произошла с ним на служении интересная ситуация. А произошла она интересная, потому что вот ночь, которая была перед служением, он был в гостях. Его положили спать в комнате. И может быть кто-то из вас, ребята, вы знаете такие будильники, которые не в мобильном телефоне, а которые круглые часовые стрелочки. И если стрелочка часовая совпадает со временем, когда заведен будильник, он начинает громко звонить. Ну, вы кто-то из вас знаете, что такое? Если у вас знания в этой области не хватает, когда вернетесь домой, можете поинтересоваться у бабушки, у дедушки. Они вам покажут очень такое высокого уровня техническое достижение 20 века под названием будильник. Так вот, человек, который ночевал в комнате, будучи в гостях, он там присмотрел этот будильник. Ему он очень понравился. И он его тихонечко, когда уходил с этой комнаты, положил в свой портфель. А теперь будильник находится у него в портфеле, и он с этим портфелем пришел на служение. И надо же, учитывая, что он в гостях, пастор церкви, братья, которые были старше за служение, они ему говорят, ты словом поделишься. Он говорит, ну да, могу немножко что-то из Библии прочитать. Он встал за кафедру для того, чтобы проповедовать. И в это время у него в портфеле стрелочка часовая совпала с тем временем, на который был заведен будильник. И будильник начал звенеть прямо в служении. И когда он у него в портфеле звенит, он сказал такую фразу. И сказал он так. Слава Богу, что здесь зазвенел, а не пред престолом Божьего суда. Потому что если бы зазвенел сам факт воровства, обнаружился пред престолом Божьего суда, уже бесполезно каяться. Уже бесполезно исповедоваться. Уже ничего в своей прошлой жизни ты не изменишь и ничего не исправишь. Поэтому если в вашей совести звенит этот будильник, который вам напоминает о каких бы то ни было в вашей жизни допущенных ошибках, вы должны помнить и знать. Библия говорит очень просто. Порочный он не останется ненаказанным. Если в твоей прошлой жизни, если в жизни, которая у тебя измеряется прошлым, есть то, что называется пороком или называется грехом, обратите, пожалуйста, внимание, это не человек, а сам Бог гарантирован, она говорит отдельно взятому человеку, я тебе гарантирую, если в твоей жизни есть порок, наказание в твою жизнь обязательно придет. Если не на земле, то на суде, вечного праведного суда, обязательно оно тебя встретит. Но у человека есть право, у него есть возможность от пороков в этой жизни освободиться. И это путь, которым многим из нас хорошо знаком, путь покаяния, путь исповедания, для того, чтобы своим плохим прочным, со своим плохим прошлым расстаться, порвать и с ним в будущую жизнь не шагать. Следующая фраза этого нашего стиха. Семя же праведных спасется. Обратите, пожалуйста, внимание, если человек в своей жизни, в прошлой жизни, если он культивировал порок, что он в своей жизни ожидает? Он ожидает наказания. Вы обращали внимание? Я в Украине слышал от одного парня, молодой человек, который делился своими переживаниями. А переживания были такие. Он допустил в своей жизни грех, и теперь его совесть, его собственная совесть, она к нему имела претензии. Ты согрешил, ты сделал то, чего делать не должно было. И вот он попал летом в грозу. Чистое поле, и ночью идет ливень, большой дождь и гроза. Время от времени блестает молния, и раздается гром. И вот он описывал свое положение. Он говорит, чувствуя себя виновным перед Богом, я ощущал следующее. Вот очередная молния блеснула, гром раздался. Он говорит, и я следующее ожидал. Следующая молния будет точно в меня. Следующая молния блеснула, в него не попала, где-то куда-то в другую, в другую часть земли ударила. Он говорит, я ожидаю следующую молнию, и точно понимаю, следующая молния точно будет в меня. Скажите, почему у человека такое ожидание? Потому что человек, который чувствует, что он имеет вину, это человек, который понимает, за это надо будет рассчитаться. И вот это ожидание, когда же расчет настанет, у человека, оно всегда его мучает и томит. Вот почему человек, который имеет чувство вины, или человек, который чувствует за собою порок, это состояние очень тяжелое, очень трудное. А, кстати, в отношении людей, которые вот с чувством порока, вы знаете, что иногда люди могут, вот эти чувства вина есть, и вот с этим чувством вины, человек, допустим, садится в поезд, чтобы ехать. Вот не секрет, что человек может в поезд садиться, и при этом сам себе рассуждать, ну все, эта поездка в моей жизни последняя. А почему? Да потому что он чувствует порок в своей жизни, чувствует вину перед Богом. Вот почему жить, человеку с пороком в сердце, когда его совесть к нему имеет претензии, это огромнейший дискомфорт. И Библия вас и меня призывает к тому, чтобы мы с вами жили и имели дерзновение. Вы когда-нибудь, друзья, рассуждали над такими простыми рассуждениями? Скажите, когда, к примеру, неверующие парни, когда они впервые в своей жизни пытаются закурить? Вот скажите, пожалуйста, я думаю, что с этой информацией вы немножко можете быть знакомы. Скажите, когда неверующие подростки впервые в своей жизни пытаются закурить? Я теперь хочу вместе с вами, давайте обрисуем эту ситуацию. Правда, это происходит так. Подросток очередной раз пришел со школы, дождался, когда с работы пришли родители, сел перед родителями в кресло, достал сигарету, зажег зажигалку, и родителям говорит, папа, теперь я взрослый. И делает первый вздох для того, чтобы закурить. Правда, это так обычно люди начинают курить? Вам не кажется, что ребята, которые неверующие, не знающие Бога, которые впервые пытаются закурить, это происходит обычно так. Это где-то в подвале, это где-то за углом, где-то под кустом, где-то за большим деревом, и причем еще несколько раз по сторонам никто не видит, никто не знает. Скажите, а почему человек так себя ведет? Потому что любой грех, он никогда человеку не дает дерзновения. Вы обращали внимание, как приходит, ну, я хотел сказать, как приходит школьник со школы. Вы можете легко себя просто проанализировать. Вы обращали внимание, когда вы получили в школе плохую оценку? И теперь скажите, пожалуйста, правда же, вы идете домой и блаженно мечтаете, только бы никто не спросил, что ты сегодня получил? Правда же это так? А и наоборот, когда вы получили высокую оценку, вы идете и блаженно, прямо так в глаза родителям спрашивают, мама, что ты хочешь у меня спросить? Она даже не думала у вас ничего спрашивать, а вам просто в удовольствие услышать от родителей такой вопрос. Почему? Потому что, потому что дерзновение, это очень сладкое состояние, когда тебе задают вопрос, а ты можешь смело ответить, какую ты сегодня получил оценку. Так вот, друзья, никогда грех человеку не дает дерзновения. Никогда. И наоборот, жизнь человека в чистоте, оно человеку дает дерзновение. Итак, если человек в своей прошлой жизни имеет порог, что он может ожидать в настоящем, в настоящий отрезок своей жизни? Он просто ожидает Божьего наказания. И как я вам уже говорил, оно его жизнь портит. Как-то в самолете, мне рассказывал это один из моих друзей, которые с Америки, они летели в самолете на миссионерский труд в Украину. И вот, когда они летели в самолете, самолет попал в зону турбулентности, и самолет начал так хорошенько трясти. Рядышком с моим другом, его зовут Александр, сидела пожилая женщина-американка. Она тоже летела сюда, в Европу. И эта женщина начала очень так судорожно руки свои мять, вот так много тревоги показывать. И мой приятель Александр, он спокойно этой женщине-американке говорит, вы можете не переживать, в самолете иногда так бывает, что его так трясет, немножко так шатает. А она посмотрела на него и говорит, а ты кто такой? И он спокойно говорит, я христианин, мы небольшой группой молодежи, мы летим на миссионерский труд в Украину. Она спрашивает, а сколько вас? А их было в самолете больше десяти человек. И он говорит, ну нас тут больше десяти человек. И эта женщина услышала, что здесь десять человек, молодых христиан, которые летят на миссионерский бескорыстный труд в Украину. Эта женщина так спокойно расслабила свои руки, выдохнула. И ей стало так хорошо. Она просто поняла, никуда этот самолет не денется, если в нем находятся десять человек, которые ради Бога бескорыстно едут служить на Украину. А после этого она из своей сумочки достала кошелек и оттуда достала сто долларов и говорит, это мое участие в вашу миссионерскую поездку. Друзья, я говорю, это знаете к чему? Хорошо быть причиной, когда из-за тебя Бог не наказывает, а когда из-за тебя Бог готов других благословлять. И теперь следующих нескольких текстов, которые мы продолжаем с вами рассуждать. Прошлое, настоящее и будущее. Мы откроем с вами книгу Бытие, 31 главу. И с этой 31 главы прочитаем фрагмент, который многим из нас хорошо знаком. Это история жизни одного Божьего человека по имени Яков. Друзья, вас когда-то обманывали в жизни или нет? Вот кого-то из вас обманывали? Да? А вы никогда не задумывались, почему обманывали именно вас? Почему не того, кто рядом, ни слева, ни справа, почему именно вас? Хочу, чтобы вы вместе со мной сейчас могли посмотреть на этот вопрос с интересной очень перспективой. Итак, книга Бытие, 31 глава, стих 41. Бытие 31, 41. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Это слова, которые обратился к Якову Лаван. Лаван это человек, которому Яков служил. И служил он ему двадцать лет. И теперь хочу обратить ваше внимание, что Яков Яков был Лаваном обманут десять раз. И вот что удивительно, казалось бы, а, кстати, задаю, хочу задать вам вопрос, скажите, а видел ли Бог, когда Якова обманывал Лаван? Вообще это Бог видел или нет? Чтобы вы могли вместе со мной увидеть, что это на самом деле так было, что Богу это было известно. Это же глава тридцать первая, мы прочитаем вторую часть двенадцатого стиха. Ночью Якову во сне является ангел. И вот что он ему говорит, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой. Это тридцать первая глава, вторая часть двенадцатого стиха. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобой. Я теперь задаю вам, друзья, вопрос. Скажите, Божьего человека Якова обманывают десять раз. Бог это видит и ничего не предпринимает. Хочу вам задать вопрос. Зачем и почему Бог такое в жизни Якова допустил? Десять раз обманывают. Может быть, есть этому какая-то причина? А причина иногда то, что ты имеешь в настоящем. Иногда причина этому находится в твоем прошлом. Вы думали когда-то над этим? Иногда то, что ты имеешь сегодня, имеет причину, которая находится вчера, позавчера, месяц назад, год назад. И это отчасти определяет и проблему или описывает проблему, которая была в жизни у Якова. Вот послушайте, пожалуйста, двадцать седьмая глава, я читаю с двенадцатого стиха. Что это за ситуация? Это у Якова был родной брат. Кто из вас помнит, как его звали? Родного его звали? Его звали Авраам. Нет, не Авраам. Как же его звали? Исаф. Спасибо большое. Благослови вас Господь. Ваши умные глаза, молодой человек, я уже запомнил. Благослови вас Бог. Итак, мы читаем с вами с двенадцатого двадцать седьмая глава, с двенадцатого стиха. Что это за ситуация? Позвал Исаак, это, кстати, Исаак, это дедушка, Иакова. Да, ну, взрослым не надо подсказывать, взрослые должны и так знать. Исаак, это отец Иакова. И вот зовет Исаак, зовет не Иакова, а Исава. И Исаву говорит такие слова, пойди и сделай мне кушание, или другими словами, приготовь мне еду и принеси мне ее. И когда я ее отведаю, я от души благословлю тебя. Эту информацию услышала мама Иакова или жена Исаака. И она тихонечко пришла к своему сыну и говорит ему такие слова. Она пришла к своему сыну Иакову и говорит такой, сынок, надо очень быстренько что-то предпринимать, чтобы благословение досталось не твоему брату, а досталось именно тебе. И она ему говорит, что надо сделать, что я кушание приготовлю я, а ты только папе отнесешь. И читаем теперь 12 стих. Это слова, которыми отвечает своей маме, отвечает Яков, может статься, ощупает меня отец мой. А с чего бы это надо было бояться Якову, что папа его ощупает? Все очень просто, потому что Исаф, он имел такой большой велюровый покрой на своем теле. У него было много велюра на его теле. А вот Яков был как раз таки без велюра. Это так слышащий да разумеет. И сказал Яков, обращаясь к своей маме, послушай, мама, между мной и моим братом большая разница. У него велюр есть, а у меня нет. Ощупает папа, что у меня нет велюра и у меня будут проблемы. И мама ему говорит, послушай, я все придумала, я шерсть овечью тебе навяжу на твои руки. И папа ощупает и ничего не заметит. Вот что и говорит, обратите внимание, что говорит Яков своей маме, может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком. И наведу на себя проклятие, а не благословение. Следующий стих. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Хочу обратить ваше внимание на интересный диалог, который произошел между сыном и матерью. Слушайте, пожалуйста, друзья, сейчас внимательно. Мама предлагает сыну обмануть отца. И сын понимает, это опасно. Если папа этот обман обнаружит, вместо благословения у меня будут проблемы, проклятие. Вместо успеха будет неудача. И обратите внимание, какие слова говорит мама. Она говорит такие слова. На мне, слушайте внимательно, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Что мама сказала? Мама сказала следующее. Сынок, обманываешь ты, а последствия за обман понесу я. Не переживай. И, наверное, эти слова, они Якова и убедились сделать так, как он сделал. А теперь, прошли годы, он служит Лавану, и Лаван его десять раз обманывает. И я думаю, когда его обманули первый раз, наверное, Яков мог вспомнить, мама, а где твои гарантии? Ты говорила, на тебе обман, который совершаю я. Знаете, к чему я это, друзья, говорю? Иногда отдельные люди, они хотят в своей жизни спрятаться за кого-то. А правда состоит в следующем. Кто бы тебя не уговаривал что-то сделать, Бог будет спрашивать не с того, кто тебя уговаривает, а с того, кто это сделал. И когда Якова обманули второй раз, восьмой, девятый или десятый, я могу сам себе представить, как Яков сильно сожалевал. Вот я хочу обратить ваше внимание, Якова обманывают десять раз. А теперь скажите, а где же причина, почему десять раз его обманывают? Она находится в его прошлой жизни. Яков, было время, когда ты обманул, настало время, тебе приходится пожинать. Правда состоит в следующем. То, что ты сеял в прошлом, наступает время, и ты начинаешь пожинать в настоящем. Почему мы с вами сегодня об этом говорим? Потому что ваша жизнь, молодые люди, она в ваших руках. Иногда отдельные люди этому не придают большого значения, и они думают, да ничего, погуляю, немножко весело время проведу, а потом, а потом Божье благословение получу. Я хочу, чтобы вы здесь могли четко понимать и кое-что для себя ясно усвоить. Давайте откроем еще один хороший текст, который написан в книге Судей. Откроем, пожалуйста, книгу Судей, и в этой книге мы с вами прочтем одну интересную историю, хотя эта история для... Когда ее читаешь, она не всегда так легко воспринимается, потому что уж слишком она выглядит такой, в какой-то степени даже жестокой. Книга Судей, первая глава, и прочитаем с 5 стиха. Книга Судей, первая глава с 5 стиха. В Визеке встретились они с Адони Визеком, сразились с ним и разбили хананеев и фаризеев. Адони Визек побежал, но они погнали за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Правда, неприятная история. Военные действия, и обратите, пожалуйста, внимание, царя люди евреи догнали и взяли и отсекли, прямо так и написано, отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. И я теперь задаю вопрос, ну почему такая жестокость? Зачем такая грубость? Ну почему так слишком сурово поступили с Адони и Визеком? А теперь читаем следующий 7 стих, и обратите, пожалуйста, внимание, слова, которые мы сейчас читаем, это слова, которые произнес сам человек, у которого отсекли пальцы. То есть, вот как этот человек оценил все то, что он сейчас встретил. Слушайте внимательно, тогда сказал Адони Визек, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах моих большими пальцами собирали крохи под столом моим. Слушайте внимательно, как делал я, как делал я, так и мне воздал Бог. Я хочу обратить ваше внимание, Адони Визек встретился с проблемой, его лишили пальцев на руках и на ногах. И когда эта беда в его жизнь пришла, он сказал и сделал такой вывод, как сделал я, так сделал или воздал мне Бог. Другими словами, Адони Визек было время, когда ты отсек 70 царям, которые служили вокруг тебя, ты отсек им большие пальцы. Вы можете себе представить, мы большими пальцами пользуемся всегда. Он нам нужен, чтобы взять ручку, вилку, он нам нужен, чтобы взяться за ручку. Вы можете себе представить, если отнять у человека большие пальцы, как это неудобно. Крошку взять, кусочек хлеба, вилку, ложку, это 70 царей больших пальцев, наверное, наслаждался, когда они вокруг него пытались крошку со стола поднять. Но оказывается, одно не везек, то, что ты сеешь в виде греха и порока сегодня, ты просто заказываешь себе на будущее только в несколько раз больше. И в этом кроется большая истина. Молодые люди, говорю это вам, говорю это самому себе, потому что каждый из нас, хочу обратить на это ваше внимание, то, что ты сеешь сегодня, ты просто определяешь, что ты будешь пожинать завтра. Скажите, пожалуйста, если ты сегодня, вчера или позавчера кого-то обманул, я задаю теперь сегодня тебе вопрос, скажи, пожалуйста, что ты встретишь завтра, что ты встретишь послезавтра, что ты встретишь через месяц, что ты встретишь когда-то в своей жизни. Ответь очень простой, ты обманул один раз, Бог попустит, тебя обманут несколько раз больше. Ты кому-то сделал зло, Бог, видя и наблюдая за поступками в твоей жизни, попустит, и тебе этого зла сделают в два раза больше. Вот почему, друзья, рассуждая о прошлом и настоящем, нужно всегда это увязать в одну цепь. То, что ты имеешь сегодня, очень тесно связано с тем, как ты жил вчера. Вы, кстати, обращали внимание, что, к примеру, вот здесь у нас ребята, кто-то из них брал гитару, бил по струнам, и у него очень даже хорошо получалось играть на гитаре. Вы когда-нибудь задумывались, как у него получилось научиться играть на гитаре? Это что, прямо здесь впервые он гитару взял и на ней заиграл? Оказывается, то, что он имеет в настоящем, играет на гитаре, имеет свою цену. Под названием он упражнялся играть на гитаре в прошлом. И так вся наша жизнь, то, что ты хочешь, чтобы было в твоей жизни в будущем, это то, что нужно сделать тебе в настоящем. Давайте сейчас немножко сделаем паузу и еще немножко один пример рассмотрим. Вот я хочу задать, поднимите руку кому из вас 15 лет? Поднимите, пожалуйста, руку, кому из вас уже 15? Вы уже взрослые люди, благослови вас Господь, у вас великое будущее впереди. Вот маленькое, очень полезное рассуждение, слушайте, пожалуйста, внимательно. 15 лет это приблизительно, приблизительно время, когда у мальчика, у юноши, у молодого человека впервые в жизни приходит четкая и ясная мысль, я когда-то женюсь. Если мы с вами сейчас зададим следующий вопрос, а во сколько обычно молодые люди в наше время женятся? Чтобы округлить эту дату или это число, давайте с вами примем число 25. Слушайте внимательно, парня в 15 лет впервые мысль посетила, я когда-то женюсь. В 25 его первая мысль в 15 лет, она материализовалась, и он женился. Итак, 25 минус 15, сколько прошло времени с первой мысли до самого факта, он женился, тот, кто умеет считать, легко это число найдет. 25 минус 15, получаем 11. А, да, 10, точно. Теперь внимание, в 25 женился. Давайте с вами представим, сколько он женатым человеком теперь проживет. Давайте с вами так, чтобы легче было считать, давайте представим это число 75. В 25 женился, до 75 женатым человеком прожил. 75 минус 25, какое число получаем? 50. Спасибо, мне особенно приятно, что мужские голоса преобладают. Мне приятно слышать, что братья впереди инициативу берут в свои руки. Так держать, братья, не подведите, нас не разочаруйте. Благослови вас Господь. Итак, я теперь задаю вопрос, слушайте, ребята, внимательно. Скажите, пожалуйста, влияет ли как-то, как человек проживет 50 лет семейной жизни с 25 до 75, влияет ли на эту жизнь как-то дни и годы, которые он прожил с 15 до 25, влияют ли как-то 10 лет его молодости на то, как он проживет 50 лет своей семейной жизни. Вообще, есть какая-то между этим взаимосвязь или нет? Иногда отдельные люди это недооценивают и они рассуждают так, «эх, с 15 до 25 повеселимся, поразвлекаемся, а потом в 25 женимся и будем жить». Спокойно, миролюбиво, наслаждаясь Божьим благословением, отрадой и утешением. А все чуть выглядит по-другому. Все выглядит следующим образом. Теперь, друзья, будьте внимательны, еще больше интересной информации. 15 лет, вот те из вас, которые этого возраста уже достигли. Кстати, вы обратили внимание, что я обратил внимание только у мальчиков. Говорю, мальчик, во сколько вы задумываетесь, задумывались впервые о том, что когда-то я женюсь. Знаете, почему я не спрашивал и не задавал это вопрос девочкам? Потому что девочки с этой мыслью рождаются, живут и с ней спокойно жизнь продолжают. Итак, в 15 лет давайте себе представим, что вы сейчас могли еще лучше это для себя представить. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Представьте себе, в 15 лет Бог дает человеку яблоко и при этом ему говорит, я перед тобой ставлю задачу сохранить это яблоко, чтобы его никто, от него никто ничего не откусил. На это яблоко будет очень много посягательств, на это яблоко будет очень много открытых ртов, которые будут пытаться его откусить. А твоя задача сохранить это яблоко, чтобы его никто не откусил. И если ты его цельным сохранишь, то в день твоего бракосочетания, в нашем примере, в 25 лет, я тебе от своего престола дам огромнейшее благословение на твою предстоящую семейную жизнь. И теперь молодой человек с 15 лет, имея в руках это яблоко, он пытается теперь его сохранить, чтобы его никто не откусил. И я теперь задаю вопрос, а где же у молодого человека в 15 лет, где, что и как и каким образом от этого яблока у него могут откусить? Я вам отвечу очень простыми иллюстрациями. Там, где, к примеру, сейчас говорю девушкам, там, где приблизительно девушки, кто-то из молодых парней пытается к вам прикоснуться, пытается вас обнять, пытается вам какие-то глазки построить, пытается какие-то слова вам произнести, вот это уже очень опасная точка. Это точка, когда от вашего Богом подаренного яблока пытаются откусить. И не секрет, отдельные молодые люди они свои молодые годы, они их проводят так, как я уже говорил, ешь, пей, веселись, развлекайся, потому что когда женишься, все будет поздно. Все выглядит следующим образом. Молодой человек или молодая девушка, она в свои молодые годы позволяет себе все. К ней прикасаются, ее обнимают, к ней кто-то приближается, кто-то ей какие-то слова говорит, она на них легко откликается, и вот так ее продолжается жизнь. Что происходит с ее яблоком? Это яблоко все время кто-то кусает, 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 и к 25 годам вместо яблок остался один огрызок. Вы, кстати, пытались когда-нибудь человека угостить огрызком? Никогда не пытались? Очень рекомендую, очень поучительный урок. Вот смотрите вы человек, и вы у него спрашиваете, у вас где-то так за спиной вы спрятали огрызок, и вы у человека спрашиваете, ты есть хочешь? Он говорит, да. А яблоко будешь? С удовольствием. И вы достаете огрызок. Приятного тебе аппетита. Правда же, мало кто от вашего подарка будет в восторге, а если таким подарком угорщают вас, я думаю, вы как бы приблизительно скажете, ну, знаешь, сегодня аппетит не очень хороший. Ешь сам, наслаждайся. А теперь слушайте внимательно. 25 лет. Молодой человек, все свои молодые годы с 15 до 25, как я уже говорил, он провел их в том, ешь, пей, веселись и развлекайся, ибо в 25 женишься. И тогда уже все будет поздно. Человек развлекался, весело провел время и к чему пришел? К тому, что вместо яблока у него огрызок. А теперь я говорю это вам, подросткам, как людям, которых впереди серьезная жизнь. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Вот день бракосочетания. Представьте себе. День бракосочетания. Молодой человек, он в строгом костюме, хорошо одет, у него начищены туфли, девушка его невеста, она в белоснежном платье, красивая белая фата, поет хор, служитель говорит, войдите, благословенные, на бракосочетания. Все прекрасно. Процедура выглядит торжественно, величественно. А вот теперь молодые люди стали перед алтарем, или стали перед Богом, и перед церковью, и служителями, стали для того, чтобы служение сочетания произошло. А теперь внимание. Вот я думаю, если бы это мы могли внести в процедуру сочетания, мне кажется, это было бы очень здорово, но важно не саму процедуру, а саму суть вот в сочетание это внести. Было бы прекрасно, чтобы в день бракосочетания, чтобы молодой человек мог посмотреть в глаза своей невесте и сказать такие слова. «Я никого не обнимал, я никого не целовал, я никому из девушек не прикасался, я себя хранил для тебя. А сегодня, в день бракосочетания, я дарю тебе сохраненное яблоко, на которое было много посягательств, но я его сохранил. Я дарю цельность, невинность и чистую свою юность я сегодня дарю в день бракосочетания тебе в качестве подарка». А в то же время, когда невеста в белоснежном наряде, она также смотрит в глаза своему возлюбленному и говорит такие же слова. «Я тоже хочу тебе сказать, что я не позволяла, чтобы меня кто-то обнимал, меня кто-то целовал, чтобы ко мне кто-то прикасался, я себя хранила для тебя. И сегодня я тебе в день бракосочетания дарю свою невинность и свою сохраненную молодость в качестве подарка. И правда это красиво, воистину бракосочетания, когда люди обмениваются, невинностью и чистотой своих юных прожитых лет. Тогда на это бракосочетание и Божья рука благословения ложится, и эти люди начинают семейное плавание, которое впереди у них 50 лет, и они его начинают с обильным Божьим благословением. И наоборот, другая история. Наши герои ели, пили, веселились, развлекались, как только могли. И вот оно, бракосочетание. Он поворачивается к своей возлюбленной и говорит, ты знаешь, у меня все, что от молодости осталось, это огрызок. И я сегодня с радостью огрызок своей молодости дарю тебе. А она ему так же смотрит в глаза, говорит, ну знаешь, я жила так же, как и ты, поэтому вот все, что я тебе могу подарить в день бракосочетания, я тебе дарю огрызок своей молодости. Люди обменялись огрызками, и теперь счастливые улыбаются, в свадебных нарядах, начинают семейную жизнь. Начинают, а она не начинается. Друг друга понять не могут, друг друга вместить не могут, не могут вместе понять, почему между ними нет гармонии, друг друга не вмещают, не прощают, скандалят, шумят, почему нет устройства в том или в другом вопросе. И это как раз то, что было с Адони Визеком. Встретил проблему, а потом говорит, ааа, как делал я, так и воздал мне Господь. К чему я это говорю, молодые люди? Чтобы вы могли знать и могли понять за свое счастье, которое вас ожидает в будущем, вы должны научиться мужественно сражаться и уметь заплатить цену, которая у вас является в настоящем времени. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Никогда Божье благословение, оно не падает на человека с неба, на его судьбу, ничего подобного. Человек пред Богом благословения заслуживает. И своей жизнью пред Богом он его завоевывает. И для того, чтобы вы и я пред Богом право на благословение не потеряли, есть одна уникальная правила или одна уникальная цена, которая называется твоя и моя чистота. И я это говорю, молодые люди, для вас, потому что, когда вам будет 25, и вы уже будете стоять в день бракосочетания, тогда об этом поздно рассуждать. Очень полезно об этом рассуждать теперь, когда у вас жизнь еще только впереди. Поэтому, молодые люди, я говорю это вам, на вашу невинность будет очень много посягательств. И это посягательство, оно вас ожидает везде. И вы должны знать и понять, что вы принадлежите, вы пред Богом должны уметь себя правильно сохранить. Вот почему тот, кто в своей жизни, тот, кто в молодости заигрывает с грехом, тот в будущем своей жизни очень дорого за это платит. Я встречал одну женщину, которая подошла ко мне, и она мне лично, просто со слезами на глазах, она мне говорила такую фразу. Она говорит, так, Игорь, меня, моя невестка, это, получается, жена его сына. У женщины был сын, сын женился, и вот этой женщине, жена сына, приходится невесткой. Она говорит такие слова, «Меня, моя невестка, она меня ненавидит». Эта женщина уже седовласая. И она, продолжая фразу, говорит такую фразу, «И я помню, как ненавидела свекровь я, так и меня ненавидит моя невестка». Что произошло? Просто произошло следующее. Было время, когда эта женщина была невесткой для другого человека. Как она себя вела? Она просто ненавидела свою свекровь. Настало время, она уже стала взрослой женщиной седовласой и стала иметь свою собственную невестку. То, что сеяла в молодости, начала пожинать в своих преклонных годах. Я это, друзья, говорю вам, говорю это самому себе, для того, чтобы мы могли понять нашу жизнь, а это взаимосвязанные звенья. То, что ты имел в прошлом, определяет, что ты имеешь в настоящем. Что ты имеешь в настоящем, определяет, каким будет твое будущее. И бесполезно надеяться человеку практиковать в своей жизни грех и надеяться на благословение, которое ожидает его впереди в будущем. Вот почему и вам, и мне, каждому в отдельности нужно знать и понимать. Оно имеет свою цену. Давайте с вами еще откроем один текст. Это четвертая книга царств. Откроем с вами двадцатую главу и прочитаем с вами стих третий. Четвертая книга царств, двадцатая глава, стих третий. Четвертая царств, двадцать три. И это слова, которые сказаны Езекием. Это был царь в Израиле, царь благочестивый. И обратите, пожалуйста, внимание слова, которые он сказал. О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих и заплакал Езекием сильно. Хочу обратить ваше внимание на слова. Это еще раз четвертая книга царств, двадцатая глава с третьего стиха. О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. Я хочу обратить ваше внимание. Обратите, пожалуйста, внимание, как перечисляет Езекием все то, что было в его прошлой жизни. Он говорит следующее. Господь, я ходил пред Тобою верно, я имел сердце, которое было Тебе предано, и я делал угодное в очах Твоих. Правда приятно, когда ты оглядываешься в свою прошлую жизнь, и ты свою жизнь описываешь такими же словами. Ты прямо таки говоришь, Господь, я пред Тобою делал, ходил верно, имел сердце преданное и делал угодное в очах Твоих. И кто из вас помнит, услышал ли Бог молитву этого человека? Библия говорит, что услышал и продлил ему дни жизни и увеличил их. И я из этого хочу сделать следующий вывод. Послушайте, друзья, ваша и моя жизнь, она может быть либо разрушена, либо созидаема. И оказывается, все в моей руках. Я могу свою жизнь сам либо разрушать, либо созидать. И я говорю это вам, чтобы вы четко для себя поняли, друзья, наша жизнь, она имеет, в полном смысле слова, это борьба. И в этой борьбе нельзя сдаваться. И в этой борьбе нельзя соглашаться со всякого рода предложениями, на которые предлагает или приглашает тебя враг, или приглашает тебя вся система тьмы, которая вокруг нас. Ты должен помнить и знать, в этой борьбе надо побеждать. Нельзя проигрывать. Да, нелегко, да, непросто, но человеку это возможно, который уповает и надеется на Бога. Вот почему, друзья, я хочу, чтобы вы настроили свое сердце на то, чтобы за свое счастье вы могли воевать. Вы могли за это счастье в полном смысле слова сражаться. Кстати, это же справедливо не только в отношении благословения на семейную жизнь или на жизнь в целом впереди. Это справедливо и в других вопросах. Вы, вот смотрите, какая простая взаимосвязь. Тот, кто в школе, тот, кто в школе себе организует дом отдыха. Вы обращали внимание, что есть такие школьники, которые все школьные годы, они думают не о том, как хорошо учиться, они думают о том, как это прогулять, как это в школу не пойти, как это на контрольную не прийти, как это экзамен обойти. Вы обращали внимание, что есть отдельные люди, которые из школы делают себе дом отдыха. Они думают, как это в школе получше отдохнуть. И из-за этого я делаю такой вывод, я думаю, вы тоже с этим будете согласны. Те, кто в школе, себе организовали дом отдыха, это люди, которых впереди ожидает серьезная трудовая колония. То есть 10 лет в школе человек отдыхал, а всю последующую жизнь, трудовую жизнь, он будет хорошо работать, как в трудовой колонии. Я так шучу и иногда говорю так, у него будут самыми близкими друзьями, это лом и лопата. Он с ними будет и ложиться, и вставать, с ними будет и обниматься, и наслаждаться. Это самые друзья на всю оставшуюся жизнь. И наоборот, тот, кто в школе уделил время тому, чтобы учить, изучать, вникать, исследовать, углубляться, да, это непросто. Да, это требует каких-то усилий, но зато, оказывается, потом человек является во главе в принятии серьезных решений, какого-то технического достижения, научного прогресса, принятия каких-то судьбоносных, архитектурных или других технических решений. Я это говорю вам, друзья, и самому себе. Оказывается, тот, кто в молодости себе организует праздники, развлечения, тот просто заказывает себе жизнь чуть посложнее, когда становится старше. Вот почему между прошлым и настоящим есть прямая взаимосвязь. И я хочу это вам говорить и говорить самому себе. Если ты сейчас заглядываешь в свою прошлую жизнь, и ты в своей прошлой жизни, ты чувствуешь порок, то то, что говорил сегодня Алексей Игнатьевич, это с этим пороком надо правильно расстаться. И самая правильная разлука с пороком – это покаяние плюс исповедание. Я могу вам с уверенностью, друзья, сказать, что вы нигде не найдете такой услуги. Вот говорю это всем вам. Можете вы себе представить, вы пришли на прием к врачу, и у врача заказываете такую услугу. Вы прямо так ему и говорите, пожалуйста, удали мне зависть, она мне так надоела. Скажите, вы можете у врача-хирурга попросить, чтобы он вам зависть вырезал? Вообще, а где зависть живет? В какой части тела человека она живет? Она с левой стороны поселяется, с правой? Она в районе левой ноги или в районе правой ступни? Где зависть проживает? Я могу вам с уверенностью сказать, что зависть, она поселяется в сердце человека. Сердце человека может испытывать зависть, оно может быть сварливым, может быть гневливым и так далее. Я хочу вам сказать, вам ни один человек в этой сфере не поможет. Потому что ни один врач вам сердце, из сердца зависть не вырежет, гневливость не удалит. Но есть только один истинный врач, который может сердце человека осветить. И этим врачом является Создатель и Господь. И если ты на прием к врачу под названием Господь придешь, он твое сердце готов изменить, преобразить. Для того, чтобы ты был человек, который сражен и поражен не пороками и недостатками, а который наделен достоинствами и благородством. Вот почему каждый из нас, он нуждается в близком общении с Богом. Он нуждается в близком общении с тем, кто нашу жизнь изменяет. И теперь еще один текст хочу провести, вам привести, для того, чтобы в нашем рассуждении еще чуть-чуть несколько моментов отметить. Книга «Исход», давайте с вами откроем восьмую главу. Книга «Исход», глава восьмая. Книга «Исход», глава восемь. И мы с вами вместе прочитаем с восьмого стиха. Книга «Исход» восемь восемь. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Следующий стих еще прочитаем, девятый. «Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Хочу обратить ваше внимание на слова, «чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих». Раз они исчезнут в домах, значит, они в домах есть, где они останутся и остались только в реке. Хочу спросить у вас, какое ваше отношение к жабам? У вас есть своя личная домашняя жаба? Вы на нее специальный костюмчик шьете, под подушку ложите, ей колыбельные песенки поете? Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь лягуши-ножки, которые продаются или в ресторане предлагаются. Я в Соединенных Штатах Америки был не один раз, и там в ресторане прямо так и написано английскими буквами «ноги лягушек» на английском языке. Я всегда, когда это читаю, не знаю, я пытался несколько раз себя заставить, а попробуй, вдруг понравится, но так ни разу и не смог. Не знаю, как-то впечатление о жабе у меня не очень высокое. Когда я еще обращаю внимание, когда девушки, вот девушки, когда я обращал внимание, что когда вечером с жабами встречаются девушки, они обычно почему-то в этот момент пытаются поупражняться, насколько высокую ноту они могут взять. Я так понял, что жабы у сестер производят вообще хорошее впечатление, у них желание петь появляется, и чем выше нота, тем желание эту ноту взять побольше. Итак, какое ваше впечатление о жабах? У вас впечатление позитивное, хорошее? Я не думаю. Теперь хочу обратить ваше внимание, чтобы вы еще лучше эту картину себе представили. Представьте себе, вы открываете, открываете свой дом, открываете свой дом или дверь открываете в свою квартиру. Открываете входную дверь и видите, весь коридор наполнен жабами. Вы как-то перешли, обошли эти жабы, заглядываете в свою комнату, там жабы. Заглядываете в ванную комнату, там жабы. Заглянули на кухню, там жабы. И тут раздается звонок или стук в вашу дверь, вы открываете входную дверь, а там стоит молодой человек, на нем такое специальное оборудование, и он вам говорит, мы предлагаем услугу по очистке помещений от жаб. Назначьте время, когда мне очистить ваше помещение от жаб. И я теперь хочу вам задать вопрос. Если этот человек предложит вам, назначь время, когда мне очистить твое помещение от жаб, скажите, пожалуйста, какое время вы ему назначите? Вы скажете ему, ну давай на следующей неделе, через месяц, ну давай через полгода подходи. Я думаю, что любой человек, он тут же отреагирует и скажет, давай, приступай мне, уже эти существа много настроения испортили. А теперь слушайте внимательно. Моисей говорит фараону, слушайте еще раз внимательно. Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Слушайте внимательно, что на это предложение отвечает фараон. Десятый стих читаем. Он сказал, завтра, Моисей отвечал, будет по слову твоему. Я не знаю, что такого хорошего в жабах нашел фараон, но фараон посчитал для себя наслаждением еще целые сутки провести в общении с жабами. Моисей ему говорит, назначь мне сам время, когда помолиться за тебя и за дом твой, чтобы жабы исчезли в домах твоих и остались только в реке. Фараон подумал и говорит, давай завтра. Обратите внимание, что говорит Моисей. Моисей говорит, будет по слову твоему. А теперь из этого я хочу сделать очень полезный вывод. Слушайте, пожалуйста, друзья, внимательно. В нашей жизни, в жизни каждого из нас, может быть что-то такое мерзкое, как иногда мерзким выглядит в наших очах жаба. И этой мерзостью, это может быть всякого рода порог, всякого рода грех. И теперь внимание, Бог через Твоего единородного Сына Иисуса Христа, Он говорит вам и мне такие слова. Назначь мне сам время, когда мне очистить твою душу, чтобы никакой мерзости в твоей жизни не осталось. И иногда отдельные люди, слыша от Бога такое приглашение, они на это реагируют так. Не, не сегодня. Давай завтра. Завтра покаюсь. Завтра исповедуюсь. Завтра исправлюсь. И хочу обратить ваше внимание, что ответил фараону Моисей. Моисей сказал, будет по слову твоему. Друзья, говорю это вам, говорю это самому себе. Послушай, пожалуйста, внимательно. Бог твою жизнь никогда насильно не исправит. Бог просто тебя сделал автором твоей собственной жизни. И Бог в твоей жизни поменяет лишь только то, на что ты добровольно дашь согласие, чтобы это в твоей жизни было изменено и исправлено. Мы с вами имеем ходатая Иисуса Христа, и Библия о нем говорит, что это первосвященник Нового Завета. И Библия говорит о том, что Он ходатайствует перед лицем Своего Отца, и Он ходатайствует за нас. И я сейчас задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы можете сделать на земле, чтобы Иисус ваше имя и фамилию назвал пред лицем Своего Небесного Отца? Что вы можете сделать на земле сегодня, чтобы Иисус ваше имя произнес вслух Своего Небесного Отца и произнес молитву ходатайства? И ответ, мне кажется, один и очень простой. Если сегодня ты в своей жизни не только покаешься, но ты в своей жизни и исповедуешься, другими словами, ты сделаешь не только половину шага, не сделаешь шаг, а сделаешь полностью близость и такое близкое соединение с Богом для того, чтобы твое сердце было освящено. Но сегодня ты каешься, а видя твое покаяние и исповедание, Иисус тебя называет перед лицем Своего Небесного Отца. И через это ходатайство в твою жизнь приходит Божья перемена, Божье освящение, Божье изменение твоей и моей жизни. Друзья, я говорю вам очень важные эти мысли, чтобы вы их могли для себя очень четко понять. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Ты не можешь, изменяя настоящее, ты не можешь изменить свой старт. У каждого из нас уже есть свой старт. Было когда-то в нашей жизни, мы родились, мы начали жизнь на планете Земля. Так вот, ты не можешь, изменяя настоящее, изменить свой старт. Но изменяя настоящее, ты можешь изменить свой финиш. Я говорю тебе, мой друг, душа дорогая, брат дорогой, сестра дорогая, что сегодня ты можешь изменить настоящее, чтобы изменить свой финиш, который ожидает тебя в будущем. Ты можешь финишировать наследником в будущей совершенной вселенной. Ты можешь на земле быть человеком, который не является рабом греха, а который является носителем Божьей благодати. Ты можешь быть человеком, которого Бог берет в свой удел и изменяет жизнь вокруг тебя других людей. Ты можешь быть человеком, который является носителем не греха, а является носителем Божьей святости. Ты можешь быть человеком, который является воинами Иисуса Христа, который отражает всякое посягательство на твою честь, на твою невинность. И ты можешь быть человеком, которым считается Бог, с которым близок Господь и к которому близка Его святая благословляющая рука. И я это говорю сегодня вам, друзья, что вы могли понять вся ответственность в ваших руках. За вас никто другой не может ни покаяться, ни победить, ни в сражение вступить. Ни папа, ни мама, ни брат, ни ваш друг. Это исключительно ваша часть. Это ваша ответственность. Я хочу пригласить вас сегодня к тому, чтобы пред Богом вы сегодня взяли эту ответственность на себя. И вы могли понять, то, что ты имеешь сегодня в настоящем, оно очень тесно связано с твоим прошлым. И если в твоем прошлом есть то, что называется грех, мой друг, освещай свою жизнь. Следующее. Твоя жизнь, которая ожидает тебя впереди, знай и понимай, она тесно связана с твоим настоящим. Что нужно делать в настоящем? Живи свято. Ходи непорочно. Сражайся и в борении за свою чистоту. Не уступай и не сдавайся. И помни и знай, ты побеждаешь, ты сражаешься, ты не поддаешься, ты легко не сдаешься. И ты пред Богом право на благословение не теряешь, а ты его приобретаешь. Прошлое, настоящее и будущее. Это звенья, разные звенья, но одной цепи под названием моя жизнь. И мы, друзья, вас вдохновляем именем Господнем, чтобы вы свою жизнь на земле строили правильно, чтобы вы побеждали, а не проигрывали. Чтобы вы в своей жизни никогда не давали места ничему, чтобы вашу жизнь могло разрушать и ее разваливать, но чтобы вы свою жизнь ее созидали послушанием Божьему Слову. И я теперь хочу пригласить вас к тому, чтобы мы с вами могли к Богу обратиться с молитвой. Послушайте, пожалуйста, как будет наша молитва сейчас построена. Давайте с вами сейчас четко поймем. Сейчас за вами и за мной наблюдает Господь. Отва ваше и мое сердце от Него не скрыто. И сегодня вам и мне Господь говорит такую простую услугу. «Назначь мне сам время, когда мне очистить твое сердце от всякой скверной и от всякой мерзости». Я хочу сегодня тебе сказать, ты сегодня можешь сказать, как фараон, сказать такими простыми словами «эммммм» завтра. И что на эти слова ответит тебе Господь, как сказал Моисей, будет по слову твоему. А можешь прямо сегодня пред Богом принять такое осознанное и серьезное решение «Господь, то, что было в моей жизни греховное, я не только в этом каюсь, я хочу в этом исповедоваться, я хочу это открыть, я хочу это вынести, я хочу с этим расстаться, я хочу иметь сердце, которое не имеет никакого порока, которое не имеет никакого нечестия, не имеет никакого греха. И я говорю тебе, дорогой брат, дорогая сестра, что за благословение в своей жизни надо уметь заплатить цену. И эта цена звучит так просто – чистота и святость. Ты за нее платишь эту цену сегодня и обретаешь право на благословение завтра. И наоборот, тот, кто пытается с грехом заигрывать, с грехом дружить, тот заигрывает сегодня и очень дорого платит завтра. Завтра, когда в жизни нет устройства, нет успеха, нет содействия и вместо благословения только проклятие и неприятности. Я сегодня говорю это вам и говорю самому себе. Назначь сегодня время, чтобы Иисус мог назвать твое имя пред лицем своего Небесного Отца. И чтобы сегодня Иисус своим ходатайством перед Отцом вспомнил о тебе, о Небесной Отец, даровал тебе сегодня благословение, освящение, помилование и благословение. Что для этого надо сделать? Для этого надо пред Богом правильное состояние сердца иметь и открытое сердце к покаянию и исповеданию. Я приглашаю вас, друзья, сейчас встать на ноги. Давайте мы поднимемся сейчас. Я приглашаю вас сейчас к молитве, в которой приглашаю вас, чтобы между вами и Святыми Небесами сейчас была искренняя, чистая и открытая беседа, чтобы вы и я сейчас позволили Иисусу ваше имя назвать перед лицем Небесного Отца. Что для этого нужно сделать? Просто искренно и открыто во всем том, в чем тебя совесть твоя осуждает, в этой молитве пред Богом признайся. И пред Богом просто положи такой обет, что, Господь, когда у меня сейчас получится, во время перерыва или когда я приеду домой, я не только сейчас перед тобою в этом каюсь, но я это и открою, и я в этом исповедуюсь перед лицем служителя, для того, чтобы мне иметь сердце, которое тобой освящено, которое твоей победой наделено, которое не желает заигрывать с грехом, а желает иметь святость и чистоту. И в этом, дорогой мой друг, тебе и мне готов помочь Господь и добрый пастырь Иисус. И помни и знай, все в твоих руках. Ты назначаешь время быть твоей душе освященной или быть твоей душе пораженной грехом и скверной греха. И прямо здесь, и на этом месте я хочу, чтобы ты, мой друг, сейчас мог Иисусу позволить твое имя вслух Небесного Отца назвать. Давайте же будем в этой молитве искренны, открыты и позволим Божьему присутствию в твою жизнь прийти в большей мере и тебя и меня обильно во имя Иисуса благословить. Стоя на ногах, откроем свое сердце к Господу и в молитве обратимся к Нему. Стоя на ногах, откроем свое сердце к Нему. КОНЕЦ Иисуса благословить. Иисус. Стоя на ногах, откроем свое сердце к Нему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму! 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 Слушай, да? Слушай. А потом мы, конечно, будем молиться всему свое время. Итак, я хочу прочитать текст Священного Писания, который записан в книге Псалтырь. Псалом 44. Я читаю 17 стих. «Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле». Если мы, друзья, так внимательны, то мы видим, что здесь говорится и об отцах, и говорится о детях. Отцы и дети, кто они? И вообще, о ком пойдет речь? То, говоря об отцах и о детях, мы с вами сталкиваемся, как минимум, с представителями двух поколений. Это поколение старших и младших. Это поколение родителей и детей. Это поколение духовных наставников и духовных детей в церкви. И посмотрите, здесь сказано «вместо отцов твоих будут сыновья твои». Это текст Священного Писания меня убеждает, что отцы, это старшее поколение, оно не будет вечно на земле. Но на смену старшему поколению в свое время приходит какое поколение? Младшее поколение или поколение детей. Но вот здесь я хочу отметить очень важную мысль, и просто призываю вас, чтобы вы были внимательны, что эти два поколения, и старшие, и младшие, хотя одно приходит на смену другому, но какое-то определенное время эти два поколения, они сосуществуют, то есть они находятся рядом, они находятся вместе. Это как раз вот то самое время, когда дети рождаются в семьях, и потом уже родители, они взращивают детей, они заботятся о них, они воспитывают их, они просто что-то в этот момент передают. И поэтому, если эти два поколения сосуществуют, то есть определенное время, повторюсь, находятся рядом, то обязательно между ними возникают определенные отношения. И поэтому сегодня, говоря на эту тему, я хочу отметить или поговорить о тех сложностях, которые возникают между этими двумя поколениями. Я хочу также поговорить о том, какой Божий вариант или Божье определение, когда эти два, и отцы, и дети находятся рядом. Какое же Божье определение для этих отношений. И третий момент, о чем мы поговорим с вами, как же правильно, особенно молодому поколению, выстраивать вот эти отношения. Итак, я сказал, братья и сестры, о сложностях. У меня ко всем вам вопрос. Скажите, вы любите сложности в своей жизни? Кто любит сложности, трудности, проблемы? Поднимите руку. Я хоть посмотрю на таких героев, наверное. Наверное, нет, да? Кто-то поднял, да? Ну, скажу откровенно за себя, может быть, я немножко другой человек. Я как-то сложности не люблю. Хотя они приходят. Эти сложности меня не спрашивают. Люблю я их и не люблю. Ну, они приходят в мою жизнь, но я их не люблю, но они появляются. Я однажды вот так вот попал в такую ситуацию нехорошую. Это такие, может быть, бытовые, ну, знаете, случаи, но это сложности. Я однажды, мне нужно было поехать в одно место. Я поехал, я сел в троллейбус, было много народу, и, значит, проехали определенное расстояние, и заходит контролер проверять билеты. Ну, кондуктор до меня еще не успел дойти. Он подходит также ко мне, контролер, и ваш билетик. Я, конечно, с уверенностью, что у меня кошелек здесь, я полез туда, а кошелек я оставил дома. И такая проблема. А этот контролер или ревизор, он еще начал стыдить меня на весь троллейбус. Да как вам не стыдно, что вот вы не взяли билет? Конечно, я оттуда выскочил потом с этого троллейбуса, но это сложности, вот которые хотим и не хотим, они приходят в нашу жизнь. Поэтому, друзья мои, я хочу вот об этом немножко поделиться. Какие же сложности бывают вот в этих взаимоотношениях? И, конечно, вот эти сложности, они даже не в том, а папа с мамой, они смогут меня одеть или не смогут? Я думаю, что вот этой проблемы у вас не возникает. Хотя, конечно, у отдельных людей есть такая проблема в семьях. Я сегодня уже в одной семье рассказывал, было время, когда я еще будучи очень молодым человеком, мне было 19 лет, я женился. Женился, я приехал с Ташкентом в Новосибирск, и когда только вот началась семейная жизнь, моя жена схватилась за голову. Она стала наблюдать, как же ее молодой муж кушает. Знаете, я тогда, может быть, молодой, крепкий, сильный, я очень хорошо кушал. И она наблюдает, я одно первое съел, второе первое съел, потом второе блюдо съел. И просто она говорит, господи, а как я смогу прокормить моего мужа? Ну, знаете, прокормила. До сих пор и мне хватило, и детям хватило. И дети не голодные. Но, друзья мои, знаете, что вот у детей вот этой проблемы нет. Нет, просто нет. Я вспоминаю еще один такой момент, ну, уже семейной жизни, у нас такая семейная тема. И когда мы были еще в семье маленькие, нас было три брата. Мама нас воспитывала, одна, троих, без отца. Отца не было в семье, потому что он очень рано ушел с семьи. И к нам в этот момент приехала очень хорошая подруга моей мамы. Ее зовут тетя Лиза, мы так ее и звали. И так получилось, она была в гостях, мне тогда было лет, наверное, восемь. Моим старшим братьям было десять и двенадцать лет, вот так вот. И почему-то так получилось, что мы просто сильно баловали. Маму не слушались, маму доводили. Она как-то пыталась нас перевести в какой-то порядок, у нее ничего не получалось. И даже мама в слезы. И тогда эта подруга моей мамы, она стала стыдить нас. Она говорит, обращаясь к нам, стала говорить, как вам не стыдно. Ну, вы маму доведете, а дальше что? Ну, Господь возьмет и отзовет маму. Она, Бог возьмет ее туда, в небеса. Что вы будете делать? И мой брат, который был постарше меня, десять лет, он говорит, тетя Лиза, вы не переживайте, у нас полный холодильник. Полный холодильник. Мой брат не переживал об этом, даже если вдруг Господь взял бы маму в небеса. Поэтому, друзья мои, конечно, важно понимать, что дело-то не в полном холодильнике. Хотя холодильник тоже имеет свойство становиться пустым, если эти продукты, они просто истребляются старательно. Но, друзья мои, давайте мы поговорим теперь о тех сложностях, которые действительно, они появляются вот в этих взаимоотношениях. И первая сложность, я назвал ее так, разные пути. Давайте мы откроем место Священного Писания, в котором записана первая книга Царств. Восьмая глава, я читаю три стиха первых. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». Что здесь мы видим, друзья? Что отцы и дети. И Самуил – это один из прекраснейших представителей старшего поколения отцов. И сказано, что у него были дети. Но посмотрите, мы прочитали с вами. «Но сыновья его не ходили путями его». Оказывается, у Самуила был прекрасный путь. Был Божий путь, который он избрал с самого детства в своей жизни. А сыновья сказали, «Папа, а мы пойдем другим путем. Да, может быть, твой путь прекрасен, но мы свои пути избрали, и будем так идти, как нам хочется». Поэтому, друзья мои, поймите, поймите, что вот эти вот разные пути, и мы видим, что эти сыновья, они не пошли по стопам своего отца. Но в этом направлении важно понять, что если молодое поколение избирает неправильные пути, то неправильные пути, они никогда вас не приведут в нужное место. Сегодня, если бы я каждого из вас спросил, дорогая сестра юная, дорогой брат юный, куда вообще ты идешь? Я думаю, что каждый бы сказал бы, «О, брат Олег, я иду в небо, я хочу в небесное царство». Но знайте, в небесное царство ведут правильные пути. А если по неправильным путям направляется человек? Мы вчера вот простой свежий пример. Мы ехали, вот с Новосибирска приехали в Томск, и все машины вроде бы правильно свернулись сюда на вашу улицу, но мы на машине немножко заблудились. А почему? А только по одной причине, что мы поехали по неправильной дороге. Но благо, что нам подсказали, нас встретили, мы развернулись, и мы приехали сюда, в молитвенный дом, по той правильной дороге, которая именно сюда ведет. Поэтому, друзья мои, первая проблема или сложность – это разные пути бывают между отцами и детьми. И иногда дети говорят, «Папа и мама, вы хотите вот так идти, а мы вот так пойдем? Папа и мама, вам нравится вот такая музыка? А нам вот такая музыка нравится? Папа и мама, вам нравится вот такое служение? А нам нравится вот такое служение? То есть разные пути». Вторая сложность, которая возникает в этих взаимоотношениях, то я назвал так – «Неоправданные надежды». И в основании этой мысли я прочитаю из книги «Бытие», четвертая глава, первый стих. «И она, то есть Ева, зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Я хочу обратить внимание всех вас, почему вдруг Ева сказала такие слова, «Приобрела я человека от Господа». Я уверен, причина была в одном, что эта женщина, или это Ева, мать, она ожидала, она ожидала от своего ребенка самых лучших результатов, самой лучшей, хорошей, праведной жизни. Я приобрела человека от Господа, но мы читаем в Священном Писании, от кого был Каин? Написано, от Лукамова. То есть надежды матери, которые она имела в этом ребенке, они просто не оправдались. Вот так бывает, эта сложность очень большая в семье. Вы знаете, друзья мои, когда рождается детяти, когда рождается это любимое чадо, и когда папа и мама трепетно привозят этого младенца домой, что они делают? Иногда они начинают рассуждать, а кто же будет наш ребенок? Сегодня уже говорилось, что Бог многих будет делать прекрасными людьми. Это будут служители, это будут проповедники, это будут хористы. И может быть, папа с мамой, они рассуждая между собой, тоже рассуждают, говорят, кто же будет наш ребенок? Может, проповедник, может, служитель, может, будет особый человек у Господа. но практика показывает, что часто эти надежды, они просто, просто не оправдываются. Я просто так же приведу живой пример. Я помню у нас в церкви в Новосибирске 15 лет назад в одной семье родился мальчик. Я помню, когда мама принесла этого ребенка в церковь, какие были светящиеся глаза у мамы. И когда собрание закончилось, я подошел, чтобы так поздравить маму. она член церкви у нас. И она вдруг говорит, эта мама, знаешь, брат Олег, это вот мой ребенок, мой мальчик, он будет проповедником. Он будет проповедником. Не знаю, почему, а у меня мое сердце слезами наполнилось. Я не знаю, почему. Господь ли это сделал или так? Я сказал ей, дорогая сестра, не мечтай, чтобы он был проповедником. Моли Бога, чтобы он был христианином и христианином с большой буквы. Об этом проси, в этом нуждайся. Шли годы. И, конечно, этот ребенок пока до этого времени эти надежды не оправдал. Не стал он проповедником. Он даже в собрании бывает очень редко. И что характерно, я недавно иду по городу и вдруг вижу впереди меня идут четыре подростка, четыре человека. И в одном из них я узнал вот этого юношу, которого мама 15 лет назад принесла в церковь. Он будет проповедником. Все четверо они курили. И вдруг этот юноша поворачивается назад и к великому ужасу своему он увидел меня. Я смотрю, наблюдаю, он что-то шепнул своим друзьям. И что меня дальше крайне удивило, что они все четверо чуть ли не бегом побежали таким быстрым шагом, что просто догнать было невозможно. И я скажу вам, для меня до сих пор загадка, что же он шепнул своим друзьям, этот юноша, что они даже не верующие эти друзья, они вместе с ним от меня бежать. Может быть, он шепнул, что, наверное, сказал, что беда мне, сзади пастор идет и, наверное, все пропало. Ну, друзья мои, я потом с мамой говорил, она говорит, а что я могу сделать, а что я могу сделать, я молюсь, я говорю, а он живет своей жизнью. И так неоправданные надежды. И третья сложность, которая возникает в семьях между этими поколениями, я назвал так область конфликтов. И хочу прочитать текст священного писания также. Это из книги Второзакония, 21 глава, я читаю два стиха, 18 и 19. Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. Посмотрите, здесь говорится о сыне буйном. Кто такой буйный? Буйный это шумный, это непокорный, это своенравный. И вот такие бывают всплески у детей, когда родители говорят определенные наставления, и дети вдруг начинают бунтовать, они начинают становиться буйными, они не соглашаются, и они свое поведение аргументируют как-то. Я просто хочу вам привести отдельные примеры, как же они аргументируют свое неповиновение и свою буйность. И, например, отдельные дети, подростки, я именно говорю об этом возрасте, который очень актуален для многих из вас, они говорят своим папе и маме, мы подростки, а вы нас не понимаете. Когда им говоришь, доченька или сынок, вот здесь так нужно, а здесь так нужно, мы подростки, вы нас не понимаете. И я просто вижу, что они часто этим аргументом мы подростки, они просто каким-то щитом закрываются и думают, что если они подростки, то все пожалуйста, все можно, все позволено. Есть еще один аргумент, который часто приводится, и они говорят, но я же уже взрослая, я имею право на самостоятельное решение, а я потом, друзья мои, я теряюсь в догадках, как понять, с одной стороны мы подростки, и вдруг какое-то время проходит, а я взрослая уже, я имею право решать какие-то вопросы самостоятельно в моей жизни. Есть еще один момент, когда они говорят, папа и мама, а мне нравится вот так, мама, ты хочешь на меня юбку одеть, а мне в штанах нравится ходить, мама, ты хочешь меня ограничить, чтобы я в вечернее время не гуляла где-то на улице, а я хочу, мама, или папа, и вот так конкретно бывает, заявляют своим родителям, а я хочу, но важно понять, друзья мои, не все то, что нам нравится, оно является правильным, и поймите, что ваше положение перед Богом будет определять не то, что вам нравится, а то, что правильно, и даже во многих вопросах нашей жизни мы не поступаем, как нам нравится, а как правильно, и поэтому этот принцип, он должен действовать в нашей жизни, ну, простой пример, вот представьте, что многие бы из вас сказали бы, а мне нравится спать до 10 часов утра, мы так все прекрасно, добросовестно приехали сюда на конференцию, и вот представьте, сегодня в 9 утра началась эта конференция, и вдруг бы в 11 часов заявилась бы большая группа подростков в 11 часов, и мы бы спросили бы друзья, а почему вы так поздно пришли, они сказали бы братья дорогие, а нам нравится до 10 часов утра спать, мы спали до 10, потом пока мы умылись, оделись, мы к 11 подошли сюда, но позвольте спросить, почему никто из вас так не сделал сегодня, хотя я уверен, что многие из вас возможно любят долго спать, но сегодня вы не сделали этого, потому что вам нравится что-то, но это неправильно, и поэтому мы с вами направили свои поступки, действия, как правильно, если сказали, чтобы в 8 часов утра быть здесь, мы пришли сюда к 8, или начало 9, поэтому друзья мои, вот такие аргументы, что а я хочу, а мне это нравится, это приведет свое время к очень печальным последствиям, и дорогие братья и сестры, я теперь хочу предложить вам Божий вариант, какие должны быть отношения между родителями и между детьми, и конечно можно было бы подобрать такие очень хорошие библейские слова, но я выражу одним словом, сегодня, кто был внимательный, это слово уже прозвучало один раз, что правильные взаимоотношения между отцами и детьми, матерями и детьми, это есть гармония, Бог хочет именно гармонических отношений, и когда это происходит, то в семье очень большое благословение, потому что дьявол, он хочет внести разлад, он хочет внести конфликты, ссоры, Бог хочет, чтобы была гармония, и конечно мы можем спросить, но если вот эти вот сложности есть в семьях, если такие бывают проблемные дети, проблемные подростки, о какой же гармонии можно вести речь, когда например папа и мама говорят своему ребенку, ты совсем не похожа на нас, мы вот таким путем шли, ты идешь другим путем, а может быть ребенок говорит своим родителям, папа и мама, вы не понимаете меня, я скажу вам друзья, тем же самым словом, что гармония, она решает эти проблемы, Божья гармония, конечно это такой знаете, музыкальный термин, и поэтому я хотел бы немножко пояснить, чтобы мы поняли именно насколько это важно именно в правильных отношениях, которые Бог хочет видеть в семьях, у меня вопрос, скажите, кто учится в музыкальных школах, поднимите руку пожалуйста, слава Господу, благодарю, я читал много определений этого слова, меня оно заинтересовало, что такое гармония, я нашел очень много заумных таких, знаете, определений, я их не буду вам рассказывать, я попытаюсь это слово выразить самыми простыми словами, я понимаю так, что гармония это такая область в музыке, которая отвечает за согласованность между звуками и созвучиями, то есть аккордами и их последовательностью, и когда это происходит, когда разные звуки и разные аккорды, когда они подчиняются гармонии, подчиняются определенным законам этой музыки, тогда мы с вами слушаем или способны слышать очень хорошую, красивую и прекрасную что? музыку, а теперь представьте, если бы музыкант, который берется за музыкальный инструмент и вдруг ему взбрело бы в голову взять и с потолка взять любой аккорд, какой он захотел или какие-то фальшивые ноты бы он начал играть, то я скажу вам, что эта музыка была бы ужасная, она была бы грязной, она была бы фальшивой и ее такую музыку слушать, ну поверьте, очень тяжело, поэтому, друзья мои, точно так же и в духовной жизни есть определенные законы и если молодое поколение, оно подчиняет себя вот этим законам гармонии, тогда даже при многих сложностях, при многих характерах, при многих нравах, которые есть у многих из нас, то будет в семье, будет в семье, это прекрасная музыка, это прекрасное отношение, это будет согласованность, это будет благословение, и поэтому я хотел бы назвать какие-то определенные законы этой духовной или Божьей гармонии, и первое, на что я хочу обратить внимание, то об этом, конечно, говорится в Священном Писании, давайте мы откроем послание к Ефесянам, где апостол Павел очень ясно, в моем понимании, доступно об этом говорить, и там послание к Ефесянам, шестая глава, я читаю первые три стиха, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, дорогие друзья, посмотрите, что первый закон, о котором здесь говорится, это есть повиновение или послушание, дети, повинуйтесь своим родителям, вот это, конечно, проблема, когда мама говорит, доченька, сделай это, а она не делает, сынок, сделай это, а он не делает, дети, дети, сегодня к вам это Божье слово, дети, повинуйтесь своим родителям, я приведу два прекрасных примера, повиновения, не знаю, как вас, они меня сокрушают, и мы читаем, когда Иисус был на земле, ему было 12 лет, это ваш возраст, и однажды он был в храме, и когда Иосиф и Мария шли с этого праздника, написано, они прошли дневной путь, но вдруг увидели, что нет Иисуса рядом, они вернулись обратно, и продолжали искать Его, и написано, нашли Его через сколько, кто помнит? Через три дня, правильно, и когда мать сказала Иисусу, что ты сделал с нами, вот мы уже ищем тебя, и Иисус говорит, зачем вам было искать меня, зачем было искать меня, и теперь на что я обращаю внимание дальше, посмотрите, что Иисус это Бог во плоти, Иисус это Господь, Иисус это тот, кто имел в себе Божий характер, хотя Иосиф и Мария были праведными людьми, но между Иисусом и земными этими родителями, я скажу вам, было огромное разница, и конечно, тут можно было создать какие-то, знаете, конфликтные ситуации, но мы видим дальше, насколько все пришло к прекрасной гармонии, согласованности, и сказано, что Иисус пошел с ними и был дальше что? В повиновении у них, потому что Он принял решение быть в повиновении у них, и там стало мирно, там стало спокойно, там стало все согласовано. Я второй пример хочу привести уже из Ветхого Завета. Посмотрите, книга Бытие, 22 глава, это тот момент, когда однажды Бог сказал Аврааму, чтобы он пожертвовал своим сыном. И вот есть очень интересный момент, будьте внимательны. Бытие, 22 глава, я читаю 9 стих. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Я на что хочу обратить внимание, друзья, и, связав сына своего Исаака. Вот представьте ситуацию, что отец и сын пришли к горе моря, и вдруг отец начинает связывать своего сына. И теперь посмотрите, как же реагирует Исаак на это. Мы видим ни одного вопроса, ни одного возмущения, ни одного слова. Он молча стоит здесь, отец связывает его. А теперь, друзья мои, позвольте вас спросить, каждого, я хотел бы обратиться к юношам, к девицам, к молодым людям. Вот представьте, что пришел бы верующий отец домой, христианин, и вдруг стал бы вас связывать, просто связывать. Скажите мне, что бы вы стали в этот момент делать? Стали бы вы так, может быть, спокойно стоять, и не слово, это же папа мой, если он решил связать, то пусть вяжет, наверное, так надо, зачем я буду много возмущаться, или вообще возмущаться, зачем я буду много вопросов задавать, он меня решил связать, пусть связывает. Но я почему-то допускаю, что я очень ошибаюсь, и если бы папа кого-то из вас начал бы связывать, то, наверное, бы с вашей стороны последовало бы множество вопросов, папа, ты что делаешь, папа, для чего это, папа, зачем это, папа, или вообще взяли бы и убежали бы, вырвались бы и убежали. А теперь позвольте спросить еще, вас родители когда-нибудь связывали? Никого не связывали? Или связывали? А я скажу вам, а меня мама связывала, только я поясню, как, связать? Это значит человека ограничить в действиях. Когда человек не связанный, он захотел руку поднял, захотел опустил, захотел пошел, захотел не пошел. Но когда его связали, его ограничили в действиях. И неужели папа и мама вас никогда не ограничивали ни в чем? Неужели вам папа и мама не говорили, сынок, не делай этого, не ходи туда, сынок остановись, доченька остановись. Было такое? Я думаю, было. Именно через ограничение со стороны родителей они связывали вас. Но как вы теперь вели, какая ваша реакция на их связывание, на их ограничение в ваш адрес? и может то, о чем я говорил, вы возмущались, вы бунтовали, вы говорили папой или мамой, я хочу делать так, как мне хочется. А теперь представьте, если бы вот так начал себя вести Исаак. Я думаю, он потерял бы благословение. Но он в послушании, он в повиновении своему отцу, он покорился, захотел папа его связать, захотел папа его ограничить, захотел папа что-то сделать. И Бог сказал, я буду Богом Исаака. Я буду не только Богом Авраама, я буду Богом Исаака, потому что он явил это прекрасное послушание, это прекрасное поминовение, и он сделался наследником Божьего обетования. Слава Господу! Я скажу вам, друзья, милые, юные друзья, вы хотите Божьи благословения, я знаю, вы будете возможно искать, вы будете возможно молиться, вы будете возможно говорить, Господи благослови меня подобно Иакову, но поймите, если вы будете выходить из повиновения, послушания своих родителей, вы лишитесь этого. Исаак, повторюсь, он наследовал благословение, именно имея покорность и послушание, слава Богу. И мы читаем второй закон, о чем апостол Павел здесь писал, смотрите, почитай, первое было повинуйтесь, потом почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Когда мы слушаемся, или когда дети слушаются родителей, это проявляется в каких-то действиях, когда мы говорим о почитании, это внутреннее отношение к родителям, внутреннее отношение. И как важно это иметь. Есть очень интересный момент в Ветхом Завете, то там Бог так говорил, что когда за определенные грехи в Ветхом Завете Бог определял и определенную жертву, вот за эти грехи такая жертва, вот за эти грехи такая жертва. Но что удивительно, что за неповиновение или непочтение к родителям жертвы не было в Ветхом Завете, если вы будете внимательно читать, там, если человек или ребенок повинуется или послушны, в противном случае, его что делали с ним? Его побивали камнями. Мы с вами читали, что если сын буйный, пусть приведут его к старейшинам города, и там судьи определяют и побить его камнями. Поймите, что в Ветхом Завете альтернативы не было, или ты будешь послушный родителям, или ты будешь побит камнями. Конечно, в Новом Завете немножко другая ситуация, но в духовном смысле, поверьте, то же самое. Или ты будешь почитать своих родителей, и ты будешь иметь благословение, или ты просто лишишься его в своей жизни. Просто лишишься. И возможно, как молодой человек, ты будешь искать счастье. Сегодня уже говорил брат Игорь, что приходит время, когда мы хотим и семейного устроения, и служения, и в церкви, ты будешь это счастье искать, оно просто от тебя уйдет. Оно от тебя уйдет. Оно выскочит из своих рук. И ты даже не будешь понимать порой, почему я так не устроен в моей жизни. А причина проста. Ты просто не захотел почитать, уважать, глубоко уважать, и быть повиновением у своих родителей. И сказано, что он добудет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Друзья мои, конечно, есть примеры, когда Бог благословляет долголетием и благословением. И есть примеры, когда люди лишаются долголетия и благословения. У экклесиаста написано, не предавайся греху, зачем тебе умирать не в свое время. Если бы я вас спросил, кто хочет умереть не в свое время? Поднимите руку. Кто хочет умереть не в свое время? Потому что у Бога есть определение о каждом из нас, у Бога есть количество дней для нас определенных, но кто хочет умереть раньше Богом определенных дней? Есть такие желающие? А Слава Божьей говорит, такие люди были на земле и будут. И одна из причин, главных причин, когда люди умирают раньше времени, это неповиновение, непочтение к родителям. Я бы, может быть, эту тему не говорил, но передо мной приходили люди, с которыми это случалось. Мне, конечно, это может быть боль моего в сердце, но за этими примерами мне далеко ходить не надо было. Я вам сказал уже в начале, что у меня два брата старших. И когда мой старший брат еще был очень юным, был мальчиком, может быть, 8, может быть, точнее, 10 лет, 11, 12 лет, уже подростком, и когда что-то мама говорила, моему старшему брату, он мог просто по-хамски с ней поступить. В таком возрасте он мог матери заявить, выйди из комнаты, закрой дверь, я тебя слушать не хочу, я тебя видеть не хочу. Когда он подрастал, отношение к матери становилось еще хуже. более того, он мог плюнуть на мать, вы можете представить, мог обозвать ее, но пришло время, сегодня уже мы слышали, что не скоро или бывает не сразу пожинает человек, что он делает, пришло время, когда он уехал в Америку, это был сильный, это был здоровый человек, 45 лет, он раз в полтора шире меня в плечах, немножко пониже ростом, он никогда не болел практически, я не знаю, чтобы он болел когда-то, и когда он был, у него была отдельная квартира, мама жила внизу, на первом этаже, она и там сейчас живет, а он на два этажа повыше, и вдруг произошло такое событие, находясь в своей квартире, остановилось сердце, без причин, не болел, повторюсь, когда вскрыли квартиру, он лежал возле телефона, может быть ему плохо стало, я не знаю, может он полз к этому телефону, хотел позвонить, но лежал в коридоре возле телефона мертвым, в 45 лет, это еще молодой человек, жить и жить, мне вот сейчас 45 лет, его уже на земле нет, и я вижу, убежден, зная жизнь моего брата, что одна из главных причин, почему он умер в такие молодые годы, это непочтение к матери, но может быть это случайность, мне приходится эти вещи рассказывать, потому что я сказал, это боль моего сердца, но это какие-то уроки, у меня второй брат, некоторые его знают здесь, он жил в Новосибирске, ситуация точно такая же, не знаю почему, но он пошел по следам старшего брата, и к матери отношения было не из лучших, мог также что-то сделать, мог нагрубить, мог сказать, мог не послушаться, мог даже был момент, когда он просто поднял руку на мать, он поднял руку, конечно, вы возможно думаете, о брат, этого никогда не будет в моей жизни, я скажу, слава Богу, но знаете, все начинается с маленького, если вы сейчас с маленького просто имеете неповиновение и за дня в день, то этот ком будет нарастать, неизвестно, как вы поступите с родителями дальше, и этот средний брат, я уже сказал, он даже поднимал руку на мать, он мог ударить ее, когда ему было 40 с лишним лет, он уже слег в кровать, такая болезнь у него наступила, он уже два года лежит не вставая, более того, он стал как растение, он потерял двигательную способность тела, организма, он не может кушать, он не может говорить, у него отнялась речь, мама его, она кормит с ложечки, мама его поет с ложечки, два года, он лежит просто, и медленно, медленно умирает, но я опять вижу цепочку, да, не скоро совершаются суды над худыми делами, потому сердце человеческое не боится делать зло, так написано, и этот мой родной брат, я за него молюсь, я говорю, господи, ну, доведи его до спасения, я даже не прошу, господи, сцели его, там очень серьезная болезнь, даже в Америке врачи просто отказываются, мы такие болезни не лечим, господи, доведи его до спасения, но зная из года в год в его жизни отношение к матери, то суды Божии нашли его, потому что, ну, что посеешь, что пожнешь, почему и сказано, что почитай отца и мать, это благо, и будешь долголетен на земле, зачем тебе умирать не в свое время, и мы видим немало библейских примеров, мы читаем, когда Авесолом, когда он восстал против отца, что он наследовал, друзья мои, читайте Слово Божье, когда он восстал против отца, то отец в бедном положении, Давид, босой, шел и плакал, и причина того был его родной отец Авесолом, и посмотрите, что этот закон сеней жатвы сработал в его жизни, восстал против кого, не повиновался кому, отцу своему, и написано, когда уже он убегал, и когда зацепился волосами своими, то повис написано, как, помните, между небом и землею, между небом и землею повис, и погиб там, в этом положении, дорогие мои, это есть духовные вопросы, это есть духовное значение, часто бывают и юные, молодые люди повисают между небом и землею, бывает так, знаете, когда человек повисает между небом и землею, он и хочет небесных благословений, а не может дотянуться, он вроде бы и от мирского ушел, вроде бы и там и не грешит в мире, но и не имеет Божьих благословений, и так может всю жизнь быть повисшим между небом и землею, между Божьим и греховным, а и тот, кто погиб, возьмите другого сына Давида, Адония, когда написано возгордившись, он сказал, я буду царем, восстал против воли отца, в этом не было воли отца, чтобы Адония был царем, я буду царем, мы знаем, тоже погиб, поэтому, друзья мои, этих примеров можно продолжать, но я уже приходя к молитве, приходя к молитве, я хочу сказать следующее, конечно, я верю, что вы желаете благословения, желаете или нет, желаете, то знайте, сегодня Бог предлагает, чтобы вы пересмотрели свои отношения, как сыны, как дочери к своим родителям, или к служителям в церкви, но особенно проблема в семье, и уже сегодня говорили братья, как важно в виде своей неправильной поступки или отношениям важно покаяться, но, друзья мои, я хотел бы еще одну такую вещь сказать, о которой сегодня не говорили, но она важна, по крайней мере, я так вижу в моих глазах, в моем сердце, я понимаю, что некоторые бы из вас сказали, дорогой брат, а что мне делать, когда мой отец кричит на меня, а что мне делать, когда мать постоянно меня упреками встречает, я понимаю, что не всегда бывает старшее поколение в правильном положении, бывают отдельные моменты, я хотел бы сказать вам, мои милые, дорогие братья и сестры, если на самом деле старшее поколение может быть кого-то обидело сильно вас, бывают так, сыновья говорят, или дочери, я слышал, говорила одна девочка, моя мама, она никогда не говорит, что она любит меня, а мой папа никогда не занимается мною, бывают такие моменты, если у вас есть какая-то горечь, какая-то обида, какая-то, знаете, боль в сердце, я просто прошу вас, во имя Иисуса Христа, простите тех, кто вас, может быть, обидел, эту сторону мы упускаем, но простите, чтобы у вас не было боли на своих родителей, у нас есть одна сестра в Новосибирске, она говорила, моя мать столько зла мне сделала, бывает такое, простите их, чтобы Бог начал вас прощать, я вам очень серьезную вещь скажу, ну, такие вещи тоже бывают, я в одном городе разговаривал с одной девочкой, ну, или девицей, молодой, она сказала, брат Олег, что мне делать, когда мой неверующий дядя, он сделал насилие мне, когда я слушал ее, вы знаете, у меня слезы текли, я просто плакал, и я сказал ей, дорогая сестра, можешь ли ты простить своего дядю, она сказала, я хочу его простить, я хочу его простить, мы молились с ней, поэтому пусть Бог вас в этом благословит, но давайте будем честными, давайте будем честными, что я думаю, с вашей стороны не всегда все было правильно в семьях, так или нет, друзья мои, или все было правильно по отношению родителей, думаю, не все правильно, я думаю, вы понимаете, где вы были непослушные, где вы были непокорны, где вы не почитали, где вы своего добивались или добиваетесь, то сегодня Бог и вам предлагает в этом покаяться, а когда вы домой приедете, я просто прошу вас ради Христа, подойдите к своим родителям, к своим мамам, к своим папам и так искренне скажите, папа, прости меня, мама, прости меня, я много зла тебе сделал или сделала, я много огорчила тебя, я много бунтовала, я много не покорялась тебе, прости меня, пожалуйста, ради Иисуса Христа, и когда вы попросите прощения, я верю, что они простят вас, я верю, и Божья милость и Божье благословение, оно придет на вас, но если вы не захотите этого, я уже говорил, лишитесь благословения и может быть навсегда, но у Бога для вас есть прекрасный план, Он хочет, чтобы между вами и старшим поколением была гармония, была согласованность, чтобы в вашем сердце, в вашем служении всегда могла звучать прекрасная, мелодичная, красивая музыка или служение, и чтобы Бог помог вам в этом, благословил вас, и даже сейчас встанем на молитву, чтобы не откладывать это на завтра, послезавтра, как мы уже слышали сегодня, мы скажем, Господи, прости меня, прости за мои неправильные отношения, за мою неправильную позицию, Господи, прости и помилуй, и я верю, что Божья благодать и Божья милость придет на ваши сердца, аминь, помолимся. Музыка, 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 Спета песен о тебе немного, часто труд твой нами позабыт, у отцов нелегкая дорога, на плечах ответственность лежит. Твое сердце тоже знает раны, и на нем не сосчитай трубцом. Сколько раз разбиты были планы, ты не понял был в конце концов. Знаешь, папа, все, что было, не прошло совсем, след за нами наша память движется как в тень, за твое большое сердце, за труды твои. Мы хотим сказать спасибо, что мы выросли. Ты трудился, но моя детя, чтобы без нужды они росли. за семью всегда стоя в ответе, так и годы старости пришли. И как больно иногда бывает от нас меньше злых и грубых слов, когда дети вдруг не понимают добрую отцовскую любовь. Знаешь, папа, все, что было, не прошло совсем, свет за нами, наша память движется как тень, за твое большое сердце, за труды твои. Мы хотим сказать спасибо, что мы выросли. ПЕСНЯ 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 Совсем след за нами, наша память движется, как тень. За твое большое сердце, за труды твои мы хотим сказать спасибо, что мы выросли. Субтитры создавал DimaTorzok До этого места помог мне Бог, и сколько еще буду жить, буду Ему служить. И сколько еще буду жить, буду Ему служить. Бывало и мне не хватало сил, и их тогда у Него просил. И не было в жизни такого дня, что Бог почему-то забыл меня. А пройденном я подвожу итог, до этого места помог мне Бог, и сколько еще буду жить, буду Ему служить. И сколько еще буду жить, буду Ему служить. А пройденном я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. Он рядом со мной, он рядом со мной, он радость моя, он радость моя, и защита в нем. А пройденном я подвожу итог, до этого места помог мне Бог, и сколько еще буду жить, буду Ему служить. И сколько еще буду жить, буду Ему служить. Обратимся с вами к Священному Писанию. И многим из нас хорошо знакома притча, которую мы читаем с вами в Евангелии от Матвея 25 главе. Это притча о вверенных талантах. И с этой притчей мы с вами порассуждаем на тему «Употребляй талант с усердием». И мы с вами порассуждаем в контексте этой темы о том, что мы с вами можем сделать не только для Бога, но что мы можем сделать и для тех людей, которые вокруг нас. Жизнь отдельно взятого человека – это уникальная жизнь. Вот если задать вопрос, вы когда-то задумывались над этим, скажите, пожалуйста, яблоня, которая приносит плоды в виде яблок. Задумайтесь, кто пользуется конечным продуктом, вот произведенных на яблоне плодов? Пользуется ли сама яблоня этими плодами? Интересно, но выглядит так, что все, что созревает в конечном итоге на яблоне, сама яблоня этим не пользуется. А что же она делает? Она это на себе взращивает, на ней это все созревает, а потом она даром всем вокруг это раздает. Вы обращали внимание, когда вы с яблони срываете яблоко, яблоня почти не возмущается и даже не говорит, «Ты что сделал, зачем яблоко с меня сорвал?» Вы обратили внимание, что яблоня очень даже радушно раздает свои плоды, которые на ней созрели. Что-то подобное должно быть и с отдельно взятым человеком. Человек должен научиться в своей жизни не только в своей жизни плоды созревать, чтобы на нем они созревали, но он должен научиться их раздавать. Вот если задать такой вопрос, вот многие из вас думают так, что вы себя считаете уже взрослыми. И это я даже не сомневаюсь. Взрослые люди, взрослые мысли, взрослые темы, на которых мы с вами сегодня рассуждаем. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, а какие есть признаки того, что человек взрослый? Вот взрослый человек, какие у него есть внешние признаки, и которые доказывают, что он уже взрослый? Я вам приведу один вариант. Слушайте внимательно. Один удивительный факт или один удивительный причина, которую человек упорнее как говорит, что он уже взрослый. Слушайте внимательно. Он родителям огрызается. Правда, это уже признак взрослого человека? Когда папа говорит, иди сюда, не пойду. Чтобы в 10 часов вечера был дома, не приду. О, уже признак взрослого человека. Правда? Не взрослый или взрослый? Вот многие люди считают, это и есть признак взрослого человека. На самом деле, вы должны для себя понять следующее. Признак взрослого, духовно взрослого человека есть в одном удивительном качестве. Их можно перечислять очень много, но одно из них звучит очень просто. Это человек, в центре жизни которого уже не находится он. Вот вспомните себя, пожалуйста. Кстати, зачем вам себя вспоминать? Вы просто посмотрите на своих младших, братьев и сестричек. Вы обращали внимание, что ваши младшие братики и сестрички в центре своей жизни видят только себя? Вот в магазин зашел кто-то из ваших младших братьев и сестричек вместе с папой или с мамой. И ему прямо в магазине очень понравилась игрушка для мальчиков или куколка для девочек. И говорит мальчик, купи мне эту машинку, обращается к папе. А папа говорит, у меня денег нет. И скажите, как сильно это убеждает сынишку? Ну, купи, я сказал, и начинает плакать. Папа кошелек открывает, нету денег. А сынишку это не интересует. Ему надо, машинка прямо сейчас и здесь. А то, что у папы в кармане денег нет, кошелек пустой, его это мало интересует. Один из признаков младенчества – это эгоизм. Это когда человек в центре своей жизни имеет только самого себя. Один из признаков духовного совершенства или духовно взрослого человека – это когда мы сами говорим, как на яблоне, когда человек не потребляет, а отдает. Когда он может отдать доброе слово, протянуть свою руку, поддержать, утешить, ободрить, помочь и так далее. Это один из признаков духовно здорового и зрелого человека. Вот потому мы с вами давайте, как серьезные люди, серьезного возраста, кандидаты на духовную зрелость в будущем, давайте и порассуждаем о том, не о том, как потреблять, а о том, как отдавать. Кстати, у меня одного встретил я человека, пожилой уже человек, и он мне интересную фразу такую сказал. Он говорит, Игорь, знаешь, есть признаки духовной математики. Вот если задать вам вопрос, скажите, если от двух отнять два, скажите, первоначальное число станет меньше или больше? Если от четырех отнять два, первоначальное число будет меньше или больше? Меньше. От четырех минус два будет два. Вот мне этот брат сказал, знаешь, Игорь, есть духовная математика. Тот, кто умеет делиться, у того умножается. То есть, если у тебя четыре яблока, ты кому-то отдал два, то у тебя вроде как осталось только два. А духовная математика говорит по-другому. Если ты умеешь делиться, то у тебя будет только умножаться, никогда не будет уменьшаться. Вот почему один из признаков духовно здорового человека – это умение делиться. Делиться всем, что у тебя есть. Делиться добрым словом, делиться временем, ну и так далее. Итак, тема нашего с вами сейчас рассуждения звучит «Употребляй талант с усердием». Итак, давайте к этой притче обратимся. Она написана в 25 главе Евангелия от Матфея. И мы начнем читать с 15 стиха. Мы на отдельных стихах будем останавливаться и будем рассуждать. Тема нашего рассуждения – это наш труд, наше служение, как в церкви, так и в целом среди тех людей, где мы проживаем. 15 стиха читаем. «И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился». Это 25 глава Матфея с 15 стиха. Итак, господин призвал к себе трех рабов. И этим рабам он дал таланты. Если мы с вами попытаемся вот сейчас применить это слово «таланты» к нашей обычной повседневной жизни, о чем это может идти речь? Что под талантами, которые вы и я имеете от Бога, что мы с вами можем подразумевать? На мой взгляд, это абсолютно любая способность, которая есть в человеке. Например, способность петь, способность читать, способность декламировать стихи, способность слушать, способность говорить, петь, пересказывать, объяснять. И эти способности можно дальше без конца перечислять. Другими словами, любая способность, которой человек на земле может обладать, это способность, которую дал ему Бог. Я вам задам вопрос. Скажите, а такая способность как есть? Вот кушать. Скажите, это способность от Бога, или это вот так сам по себе каждый человек просто в этой области специалист высшего разряда от рождения? Мудрый Соломон сказал такие слова. Есть, пить и веселиться. Он сказал так. И это от руки Божьей. В Руменской области, это в Украине, был такой уникальный случай, ну, интересный во всяком случае, случай, когда в период, когда людей легко могли, это где-то 30-е годы 20-го столетия, когда легко могли представители власти могли прийти в отдельно взятый дом, легко человека арестовать, выдвинуть ему обвинение и запросто на долгие годы отправить его то ли в ссылку, то ли в тюремное заключение. И вот в одной верующей семье в Ровенской области, ну, верующей семье, верующим там была только жена, и такая картина. Значит, вечером сел за стол муж, вечер, уже сумрак на улице, он взял ложку в руку и своей жене такую фразу говорит, ну, жена, поужинаем. А она спокойно ему говорит, ну, даст Бог, поужинаем. И он тут не выдержал и говорит, ну, что ты везде ко всякому делу этого Бога лепишь. Ну, кто мне может помешать, имея ложку в руках, поужинать? Ну, кто? Ну, в это время вот он эту всю фразу произносит, возмущается, и раздается стук в дверь. Тук-тук-тук-тук-тук открывает дверь, там представители власти, и называют фамилию и имя, и говорят, встаньте, вы арестованы, и уводят его. Отвели его в милицейский участок. Так, когда начали проверять там все вещи, оказывается, фамилия человека та, что они ищут, представители власти, которого ищут, а имя другое. Они взяли человека по фамилии того, но только имя другое. Ну, отпустили человека, и вот он тихонечко возвращается домой. Был сумрак, когда его забирали, а уже такая ночь, когда он домой вернулся. И стучит в дверь. Тук-тук-тук. А жена с обратной стороны двери и говорит, входи, там открыто. А он так спокойно ей отвечает, ага, войду, если даст Бог. Человек что-то из своей жизни понял. Понял, оказывается, может быть, ложка уже в руке, а от дарта можешь ничего и не донести, если Бог не даст. Я уже рассказывал, думаю, что на этом можно пока остановиться, будем двигаться дальше. Итак, что такое талант? Это любая естественная способность, включая способность видеть, слышать, говорить. Богу не составляет никакого труда отключить у человека рефлекс, к примеру, связанный. Я, кстати, этому тоже был очень удивлен, когда я встретил в Америке одного человека. Вот кто из вас, ребята, кто из вас напрягается интеллектуально, чтобы очередной раз вздохнуть и очередной раз выдохнуть? Правда, вы всегда так себе говорите? «Не забудь вздохнуть». Ах, да. Кто из вас напрягается вздохнуть и выдохнуть? Думаю, никто из вас. Я в Америке встретил одного брата, так рано утром он подъехал ко мне, потому что мы вместе должны были ехать в одно служение, и я обратил внимание, что у него вот так вокруг рта, у него такое, ну, своего рода, как отпечаток какой-то, так вокруг рта, захватывая его нос, и я так, он, наверное, заметил мой взгляд, что я так с любопытством на него посмотрел, а он за рулем был, и он говорит, «Ты знаешь, Игорь, наверное, ты обратил внимание вот на отпечаток». Я говорю, «Ну да». Он говорит, «Дело в том, что я сплю не как все люди, а я сплю со специальной маской». Я не спешил задавать вопросы, думаю, он сейчас сам все расскажет, а оказывается, в нем следующие произошли изменения. Он говорит, «Когда я просыпался рано утром, я около часа не мог прийти в себя, у меня кружилась голова, я не мог встать на ноги, и где-то около часа надо было времени, чтобы мне просто тихонько посидеть на кровати, прийти в себя, чтобы как-то я мог встать, мог двигаться». Он говорит, «И когда я обратился к врачам, и врачи подвергли меня анализу и такому тщательному, значит, тщательной проверке, они, говорит, установили во мне такую уникальную особенность. А особенно состоит в том, что когда он засыпает, в нем отключается дыхательный рефлекс. Вот только он уснул, тут же в нем, в организме, отключается дыхательный рефлекс, и он не дышит. А весь его организм, он просто сражается за каплю воздуха, и только где-то сквозь стон какую-то порцию воздуха схватит, и чуть-чуть. И так получается, сколько он спит, столько его организм обделен на кислород, и когда он просыпается, ему нужно около часа, чтобы прийти в себя. И в Америке, когда это выявили, то они ему предложили маску. Маска, которая имеет датчики, которые контролируют в ноздрях, дышит человек или нет. И эта маска имеет компрессор, который стоит на тумбочке возле его кровати. И как только датчик констатирует факт, не дышит, включается компрессор, и порцию воздуха принудительно подает человеку в его организм. И таким образом он вернулся к нормальному самочувствию. Я теперь задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, так в чьей руке дыхание в твоих и моих ноздрях? Когда-то Иов сказал такие слова «Дыхание в моих ноздрях» он сказал так «В твоей руке». Поэтому есть, пить, дышать, видеть, слышать, говорить, это оказывается все от Божьей руки. Если кто-то из нас это очень сильно приписывает себе, ну, мягко говоря, вы, ребята, преувеличиваете. И если Бог захочет, очень запросто вам свой урок преподаст. Так, движемся дальше. Что такое талант? Любая естественная способность, которая есть в человеке. Теперь из тех трех рабов давайте обратим внимание, что каждый из рабов получил разное количество талантов. Кто-то из них получил одному, так, и одному дал он пять талантов, другому два, иному один. А теперь обратим внимание на эту фразу. «Каждому по его силе». Вот обратите внимание, из трех рабов не осталось ни одного, который остался без талантов. Кто-то получил пять, кто-то три, кто-то один, но без таланта не остался ни один. Что же было критерием, по которому господин распределял таланты? Написано просто. «Каждому по его силе». Кто же определяет эту силу и размел талантов, которыми человека наделяет, человек в своей жизни их получает? Это исключительно взвесить и проверить может только Бог. Следующее читаем. 16 стих. «Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело. Приобрел другие пять талантов». 17 стих. «Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгам времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». Вот теперь наша с вами очень важная задача попытаться кое-что прояснить из этой притчи. Очень поучительная притча. И первое, что давайте мы с вами попытаемся сориентироваться. Что же могло стать причиной? Что человек, который получил один талант, почему он этот талант не употребил, а он его закопал? Как минимум, можем из Священного Писания из этой притчи мы найти три причины, которые объясняют нам, почему этот человек, талант, веренный ему, от его господина, он его не употребил, а он его закопал. И первое, скажите, пожалуйста, первая причина, которая может быть, кстати, это помогает вам и мне, кое-что прояснить. Кое-что прояснить на предмет того, почему отдельные люди трудятся и свои таланты реализуют, в то время, когда другие очень тщательно их закапывают. Что же является причиной, почему отдельные люди трудятся, а другие люди ничего не делают или почти ничего не делают? Из этой притчи мы с вами это и выясним. Итак, смотрите. Человек, который закопал таланты. Давайте с вами еще раз обратим на это внимание. Сколько он получил талантов? Он получил один талант. То есть из трех он получил меньше всех. Исходя из этого, тот, кто получил меньше всех, у него было искушение. Одно из искушений, которое можно сформулировать так. Он сравнивал себя с другими. Другими словами, он говорил так. Мне дали всего один талант. Вот пусть усердно думает, как их вложить тот, кто получил три, и тот, кто получил пять. А мне достался только один. У каждого человека, особенно в подростковом возрасте, есть одно искушение. Искушение, которое называется так. Искушение, которое можно сформулировать следующим образом, сравнивать себя с окружающими меня людьми. Это всегда есть искушение. И особенно в подростковом возрасте есть особо большая проблема у людей. Знаете, с чем она связана? Человек всегда себя чувствует таким недостойным. Я простое наблюдение из своей жизни вам сейчас озвучу. Я очень редко, очень редко, я в своей жизни встречал сестер, которые сами себе на фотографиях нравятся. И я очень редко встречал братьев, которые сами себе на фотографиях не нравятся. Я обратил внимание, что братья почти всегда к фотографиям относятся так. Как тебе? Да, пойдет нормально. А сколько бы сестры не смотрели на себя на фотографиях, ой, как я получилось. Из моих наблюдений я так понял, что у сестер к себе очень завышенное требование. Настолько завышенное, что они сами это требование выполнить не могут. И потому, когда констатируют, как они получились на фотографии, у них всегда разочарование. Первое искушение, которое есть у всех людей, а особенно в подростковом возрасте, это искушение следующее. Сравнивать себя с другими. Я хочу тебе сказать, дорогой мой друг, что это неправильно. Если ты будешь сравнивать себя с другими, в большей своей степени ты людей, которые вокруг тебя найдешь более талантливыми, нежели ты. И при этом ты сам для себя придешь к следующему выводу. Я менее талантлив, я менее наделен какими-то способностями, а потому пусть трудятся, пусть служат, пусть работают, пусть себя реализуют те, у кого больше талантов. Но вы можете обратить внимание, что в первом послании Тимофею 4,16 обратите внимание, как звучит фраза. Первое Тимофею 4,16 написано так. Вникай, вникай, вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Первое Тимофею 4,16. Хочу обратить ваше внимание, куда нужно вникать в себя и в учение. Обратите внимание, Священное Писание, ни вам, ни мне, оно не рекомендует, сравнивай себя с людьми, которые вокруг тебя. Священное Писание говорит, нет, ты вникай в себя и сравнивай себя со святым учением, которое есть в тексте Нового Завета. Другими словами, у вас и у меня должен быть правильный критерий, которым вы пользуетесь для того, чтобы себя проверить. Скажите, если вы будете использовать неправильный критерий, что у вас может получить? Я вам расскажу один очень достоверный пример. Вы знаете, что есть эталон, эталон метра, эталон, и есть четкий стандарт, метр это сколько? Вот можете себе представить, если бы у каждого человека было собственное понимание, сколько это метр? А кто-то сказал бы, ну вот целый метр, в то время, когда другой, вот это метр. Но есть четкий стандарт, что такое метр. И вот чуть было не сказал, в какой это стране, я не буду говорить, в какой это стране, абсолютно достоверный случай, слушайте внимательно. Один брат, он привез к себе домой пиломатериал, и он его начал резать на нужный ему размер, чтобы забор загородить, такой штакет делать с этого пиломатериала. Что он сделал? Он взял, отмерил первую на уровне метр двадцать, метр двадцать, отвел линию, и после этого ручной пилой отрезал метр двадцать, после этого метр, метр, это саму рулетку, положил в карман, а в качестве эталона взял отрезанную, приложил к следующей доске, нарисовал линию, отрезал, и теперь взял вторую, чтобы отрезать третью, третью, чтобы отрезать четвертую, четвертую, чтобы отрезать пятую, понимаете, да? Пятую, чтобы отрезать шестую, и ему надо было нарезать около сотни штакет. Теперь представьте себе, что каждая погрешность, почему каждая? Потому что когда он отрезает ножовкой, ножовка, пусть она имеет толщину один миллиметр, это значит всякое последующее им отрезанное на один миллиметр длиннее той, которую резал он перед этим. И теперь, когда он нарезал сто штакет, то скажите, первая и сотая, какая между ними разница? Получается, сто миллиметров, или другими словами, десять сантиметров. Можете себе представить, наш брат был уверен, что он пилит все по метр двадцать. Теперь, когда напилил, закрепил на забор, и не может понять, ничего себе, что за такое художественная роспись, волнами все пошло. А все очень просто, потому что человек неправильно использовал стандарт. Так вот, оказывается, для того, чтобы, что бы то ни было, очень важно пользоваться правильным стандартом. Вы можете себе представить, что нужно сложить правильный угол, то есть угол, чтобы он был перпендикулярный к земле. А человек использует уровень, который уже потерял все правильные настройки. И он вроде бы ложит по уровню, но оно уже все загибается в другую сторону, готово развалиться, как Эйфелевая башня, которая накренилась. Так вот, оказывается, в нашей жизни очень важно научиться... Пизанское спасибо большое. Чуть было не рассказал еще один интересный случай, который я слышал над одним братом. Чуть так пошутили. Да, лучше не надо. Продолжаем с вами дальше. Итак, правильно использовать стандарт. Значит, смотрите, Библия говорит, чтобы вы и я вникали в себя и в учении. Очень важно себя сравнивать правильными вещами. Вот смотрите, если человек, который учится в пятом классе, вот пятиклассник, вот скажите, чтобы ему чувствовать себя на высоте, вот ему чувствовать себя, ну, просто выдающимся математиком, скажите, пожалуйста, с кем ему выгодно сравнить свои знания? С десятиклассником или с первоклассником? Вот если ему хочется, он пятиклассник, ему хочется почувствовать себя вундеркиндом в математике. Кому, с кем ему теперь выгодно сравнить свои знания в математике? Бесспорно с первоклассником. Когда он первокласснику задаст задачу пятого класса и первоклассник будет смотреть на него большими круглыми глазами, он будет чувствовать себя умнее меня в России нет. Но если брать правильный стандарт и просто задать вопрос, подожди, если ты хочешь с математикой разобраться, то ты лучше обратись и сравни свои знания не с первоклассником, но как минимум с десятиклассником. И то не с двоечником, а с отличником. А если еще хочешь более лучше разобраться, насколько ты знаешь математику, возьми, обратись к учителю, к профессору, к доценту математических наук, к лауреату Нобелевской премии в области математики. К чему я говорю? Что если ты выбираешь правильный стандарт, с помощью которого ты себя проверяешь, то ты себя не обманываешь, ты себе иллюзию не рисуешь, ты на самом деле понимаешь суть вещей. Так вот, смотрите, первая ошибка этого человека, который талант свой закопал, ошибка первая, которую мы можем с вами в жизни своей, и вы и я, вы можете эту ошибку допустить, ошибка первая, сравнить себя с окружающими людьми. Он просто посчитал, ну да, я талант имею, но я имею меньше, чем все остальные. А правда состоит в следующем, вот этот стих мы с вами уже прочли, это девятнадцатый. По долгом времени приходит господин рабов тех, и обратите внимание на фразу, требует у них отчета. Вот интересно с этой фразы обратить внимание на требует, и следующая фраза, у них отчета. Теперь обратите, пожалуйста, внимание, от того, что раб получил один талант, к нему требование дать отчета, оно не было ему отменено. Нет, просто тот, кто получил пять талантов, он будет отчитываться за вверенные ему пять, а ты, получивший один, ты должен дать отчет за тот талант, который ты получил. Он один, но за него тоже надо дать отчет. Скажите, друзья, вы любите ходить на экзамены? Скажите, кто из вас на экзамен идет как на праздник? Есть такие? Да, вы есть, вы выдающийся ученик, замечательный студент, великолепный человек, мне кажется, вы гений Российской Федерации, благослови вас Господь. Как правило, экзамен это то самое время, когда человеку надо дать отчет. Другими словами, ему надо сдать, сдать целый ряд каких-то тестов для того, чтобы доказать или показать свои знания. Вот теперь обратите, пожалуйста, внимание, назначена четкая дата, когда у вас экзамен. Что такое экзамен? Это время, когда ты даешь отчет, что ты знаешь, к примеру, с математики, с органической химией или с физики. Другими словами, это время, когда ты должен дать отчет. Теперь представьте себе, что вы пришли на этот экзамен, и учитель у вас требует отчета. Он говорит, так, разберемся, что ты про математику знаешь? А вы ему при этом отвечаете, вы знаете, что я сегодня экзамен сдать не могу, потому что я вчера очень долго задержался в интернете, очень долго с друзьями пил кофе, очень долго мы вместе кушали пирожки с творогом. Я теперь хочу вам задать вопрос, скажите, как сильно убедит это вашего преподавателя сказать, ну хорошо, придешь через месяц. Я больше, чем уверен, когда он услышит все эти доводы, он скажет, рад был, что ты пришел, красивую цифру тебе нарисовал, и храни тебя Господь, куда бы ты ни пошел. Другими словами, слушайте внимательно, требует отчета. Требует отчета, это значит, ты так легко от отчетности не убежишь и никуда не спрячешься. Я вам приведу простой пример. Слушайте внимательно. Один из братьев, он говорил так, он говорит, Бог дал мне такую удивительную способность. Он говорит, я когда пою, то я всех вокруг сбиваю, а сам вот как пел, так и пою. И этому брату, он живет в городе Киеве, ему как-то, его сын говорит, папа, у тебя, говорит, удивительная способность. Ты, говорит, своим пением всех вокруг сбиваешь, а сам как пел, так и поешь. Вы знаете, что такое трамвай? Трамвай. Такое транспортное средство, которое ездит по земле по рельсам. И вот этот брат своему сыну отвечает так, говорит, сынок, ну ты когда-нибудь видел, чтобы водитель трамвая спрашивал у пешеходов, как проехать на площадь Ленина? А чего водитель трамвая не спрашивает, как проехать, а потому что водитель трамвая может ехать только по рельсам. Все, он ни влево, ни вправо не повернет. Куда рельсы ведут, вот он туда и едет. Он говорит, вот такой у меня талант, вот как проложено, вот я ни влево, ни вправо, все вокруг сбиваются, а он по рельсам. Все как положено. И вот этот брат, он говорит, я был в Америке, и он говорит, я был в одной церкви, и вышли петь маленькие дети. Пять, шесть, может быть, семь лет. И говорит, и когда они начали петь, и причем у каждого из них была своя мелодия, у каждого из них был почти свой собственный текст. Он говорит, я не знаю, как этого воспринимали все остальные, собранные в этом собрании. Говорит, а я один получал блаженное наслаждение. Господи, слава тебе, я не один. Я не один, который к пенью не совсем способен. Вот, очень важно, как иногда человек к этим вещам относится. Итак, с вами давайте следующее отметим. Итак, дать отчет. Дать отчет, это значит, ты ни за кого не спрячешься. Слушайте внимательно. Итак, человек, слушайте внимательно. Человек склонен к пенью. Он не очень талантливо поет, но склонность к пенью у него есть. Теперь слушайте внимательно. Он подошел к регенту хора, и говорит, к регенту подросткового хора, и говорит, возьмите меня в хор петь. А регент хора сказал, ну-ка, давай там ноту ми, ля, до, спасибо, что пришел. Вот, ты нам не подходишь, потому что вот с ми, ля и до у тебя там большие проблемы, ты их даже там не ловишь, не вытягиваешь. Теперь слушайте внимательно. Что получается? Этот человек со склонностью к пенью вроде бы не подходит. И он на вопросе пения в своей жизни может поставить большой крест и сказать, я к пенью не приспособен. Кто тебе об этом сказал? Я к регенту подходил, и регент меня отправил и сказал, ты не подходишь к нам в хор. Теперь слушайте внимательно. Закончилась жизнь, человек предстал пред Господом, и Господь ему говорит, ну-ка, дай отчет. Дай отчет, что ты сделал со способностью под названием пение. И вот это тот самый момент, когда каждый человек будет стараться за кого-то спрятаться. Ему будет очень, очень большое, огромное желание за кого-то спрятаться, чтобы отчет за свое пение не давать. И вот тогда человек может сказать, вы знаете, я приходил к регенту, вот, пробовал ля и до спеть, а он мне сказал, спасибо, что пришел и отправил меня. И знаете, что удивительно, вот Бог тогда человеку скажет, подожди, какой регент? Я у тебя спрашиваю, дай отчет, что ты сделал с уверенной способностью к пению. Вы скажете, ну меня в хор не взяли, при чем тут хор? Я спрашиваю, что ты сделал с уверенным талантом к пению? Меня регент отправил, при чем тут регент? Я у тебя спрашиваю, что ты сделал с уверенным тебе талантом? И вы знаете, друзья, правда состоит в следующем, что любая способность, которую тебе и мне дал Бог. Ты пред Богом ни за кого не спрячешься. Ни за регента, ни за папу, ни за друга, ни за одноклассника. Бог просто будет смотреть тебе в лицо и будет говорить, послушай, я дал тебе способность к пению. Да, ее не оценили люди. Да, ее не оценили хористы, но она в тебе была, и ты должен был ее реализовать, ее употребить. Исходя из этого, он, по сути дела, мог бы сказать так, да, тебя не приняли бы в пень и в хор, но ты мог бы пойти и посетить одинокую, прикованную к постели старицу и прямо у ее постели сказать, а я вам еще спою во имя Господа. Что ты тогда сделал? Ты свой талант не закопал, а ты его употребил. Итак, первое, хочу, чтобы вы и я знали заверенные вам и мне таланты, заверенные вам и мне способности. Бог спросит у тебя, и при чем хочу обратить тебя внимание, у тебя и у меня не найдется уважительных причин, чтобы сказать, почему ты их не употребил. Итак, первое, что является причиной, почему люди таланты не употребляют? Они сравнивают себя с другими людьми и считают их более талантливыми, а себя менее. И потому считают, пусть трудятся пред Богом более талантливые, но правда состоит в следующем. Более талантливый будет пред Богом держать отчет за свои таланты, а за вверенные, пусть маленькие, пусть один, но вверенный тебе талант пред Богом, отчет придется держать и тебе. Поэтому вникай в себя и в учение. Никогда не позволь, чтобы ты, сравнивая себя с другими людьми, сложил руки, отказался от труда, отказался от служения. Помни и знай, ты уникален, ты особенный, и то, что ты имеешь, тебе дано Богом, не для того, чтобы оно в твоей жизни числилась, а для того, чтобы через тебя оно было людям в благословение, а Господу во славу. Следующее, хочу обратить ваше внимание, это, давайте с вами из этой главы прочитаем следующие стихи, это 24 стих. «Подошел и получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». 26 стих. «Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый». Хочу обратить ваше внимание, что человек, который закопал таланты, он вроде бы пред Богом приводит очень убедительные доводы, почему он это сделал. Он говорит, послушай, господин, я тебя убоялся. Другими словами, в этих словах видно, что я к тебе относился не безразлично, а вроде со страхом, с трепетом, с уважением. Но обратите внимание, господин, он двумя словами открывает истинную суть, почему этот раб веренный талант закопал. Написано так, «Лукавый раб и ленивый». У каждого из нас, у нас с вами есть старые, негативные, ветхие черты нашего характера. У этого человека это было лень и лукавство. И вот, что является правдой. Нельзя позволить, внимание, слушайте, пожалуйста, внимательно, нельзя позволить, чтобы негативные, отрицательные или плохие черты твоего характера заглушили уверенные Богом тебе таланты, способности. У этого человека лукавство и лень. Это были два больших сорняка, которые заглушили в нем желание трудиться и употреблять талант. А вы, кстати, когда-нибудь думали над этим, что такое ленивый человек? Вот я из книги «Притч Соломона» прочитаю вам несколько текстов, которые говорят о том, что такое ленивый человек. И вы сейчас вместе со мной будете приятно удивлены, какие это уникальные люди, когда они ленивы. Слушайте внимательно. Вот я читаю «Притча 22, глава стих 13». «Притча 22, 13». Слушайте внимательно. «Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьет меня». Что вас в этой фразе может приятно удивить? «Ленивец говорит», это «Притча 22, 13». «Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьет меня». Представьте себе, что вы этому человеку, вот это ленивец, он сидит у себя дома. Вы пришли к нему и говорите «Слушай, дорогой, на площади нашего города надо выкопать траншею. Бери лопату, идем копать». А он вам говорит «Лев на улице, посреди площади убьет меня». Что у ленивца в отношении льва? Знаете, у ленивых людей у них всегда очень убедительные доводы, почему они не могут сделать того или другого. Ленивый человек, это человек, который, кстати, обратите внимание, как Священное Писание говорит о ленивце. Это притчи 26.16. Слушайте внимательно. О ленивце написано так. «Ленивец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдумано». Вот это удивительное дело. Вот ленивый человек, он в своих собственных глазах умеет найти такие уважительные доводы, почему он не может сделать это, поехать туда, взяться за это. И обратите внимание, он в своих глазах мудрее семерых отвечающих обдуманно. Еще 26 глава книги «Притч». Смотрите, пожалуйста, внимательно. Стих 13. Притчи 26.13. «Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях». Из той же категории. У ленивца всегда очень уважительные причины, почему он не может с дома выйти, почему он не может куда-то пойти и за что-то взяться. Он говорит, «Ты что, не слышал? У нас в городе львы по городу гуляют? Если мы только с дома шагнем, съедят прямо на улице, прямо на площади, а вы вот сиди дома и не вздумай никуда показываться». Слушайте, еще удивительное качество ленивца. Слушайте внимательно. Притчи 26.15. Очень интересное качество. Ленивец опускает руку свою в чашу и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивый человек, это человек, которому, смотрите, у него еще хватает сил, руку до чаши донес, а вот от чаши до рта уже нет силы донести. Ленивый человек, у него есть как минимум две большие беды. Первое, ленивый человек всегда находит массу причин, почему он ничего не может делать. Раз. Второе, ленивый человек, это человек, которому все тяжело. Даже тяжело от чаши до рта донести свой собственный палец. И вот обратите внимание, что говорит господин этому человеку. Ты лукавый и ленивый. Вы, кстати, обращали внимание, что никогда ленивый человек, редко ленивый человек себя признает ленивым. Ленивый человек свою лень, как правило, всегда мастерует с помощью одного уникального качества под названием лукавство. Ленивый человек, он лукавым образом свою истинную причину закрывает и выглядит все так духовно, все так уникально. И вот в этом отношении хочу следующую фразу сказать. Почему отдельные люди не трудятся? Потому что они позволили негативным сторонам их характера заглушить Богом веренный им талант. Друзья, говорю это вам и говорю это самому себе. Я как-то разговаривал, есть такой автор христианских книг, который написал книгу «Просила Россия дождя у Господа». Я думаю, многие из вас, может быть, ее читали. Трехтомная книга по истории. Владимир Иванович Франчук ее автор. И вот общаясь с Владимиром Ивановичем Франчуком, он в одном из теологических учебных заведений, где я учил, он преподавал. И по курсу, который он у нас преподавал, мы, студенты, должны были написать письменную работу в количестве 30 страниц и при этом используя много исторических данных для того, чтобы работа на самом деле имела серьезный вес. И когда каждый студент приходил к нему на личную консультацию для того, чтобы определиться, как работа должна быть оформлена. И я помню, когда я пришел к нему на консультацию и он озвучил свое требование к письменной работе и для меня это было невероятно. И я ему сказал такие слова. Владимир Иванович, ну не все такие талантливые люди, как вы. В этой фразе я подразумевал следующее. Ну не все могут написать книгу из трех томов по истории. Это огромный талант. Он мне в ответ ответил удивительную фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь. Он тихонько посмотрел на меня и так спокойно сказал. Вот с чем я не соглашусь, что не все такие талантливые, а вот с чем, пожалуй, я соглашусь, что не все такие усердные. Хочу обратить ваше внимание. Он написал книгу из трех томов и я это отнес в категорию таланта. В то время, когда он, он отнес это в категорию усердия. Он сказал, послушай, от того, что я написал книгу из трех томов, это не талант, это просто усердие. Я это говорю вам и говорю это самому себе. Мои друзья, вы должны для себя понять, нельзя позволить, чтобы какие-то негативные черты вашего характера остановили у вас проявление Богом даренного таланта. А этих негативных вещей очень много. И лень, и лукавство, и такая беспечность, и суета, и неправильная расстановка ценностей в жизни. Этот список может быть очень огромный. Следующее, что отметим с вами, это тоже очень интересное наблюдение. Прочитаем с вами стих 29. Ну, давайте 28-29. Это, из этой притчи уже Иисус делал вывод уже ближе к концу. Слушайте внимательно, как он звучит. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет. Вот на этом тексте 29-го мы немножко остановимся. Вы, ребята, кстати, когда-нибудь задумались над этим, что верующему человеку очень полезно думать? Вы когда-то думали об этом? Верующий человек, ему полезно думать. Вот я именно сейчас вас к этому и призываю. Ребята, внимание, смотрите, пожалуйста, на стих, который сейчас перед вами, и я хочу вам задать вопрос. Смотрите, как здесь звучит. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Я теперь вам задаю вопрос, слушайте внимательно. Наличие или отсутствие чего определит, я буду духовно богатеть или духовно буду нищать. Наличие или отсутствие чего в моей жизни будет либо мне что-то будет даваться, либо у меня будет отниматься. Читаем этот текст еще раз, чтобы вы этот вопрос могли сейчас прочувствовать. Ибо всякому имеющему, обратите внимание, этот человек что-то имел, и вот этому имеющему он что-то имел, ему дастся и преумножится дальше. А у неимеющего вот чего-то этот человек не имел, у него отнимется и то, что имеет. И я вам задаю вопрос, скажите, наличие или отсутствие чего, или какого качества, или какой черты, оно определяет, человек беднеет или богатеет? Он духовно становится богаче или беднее? Что это, что определяет, куда будет человек двигаться, в сторону духовной нищеты или в сторону духовного богатства? Чтобы вам помочь, я хочу вам предложить одно очень простое качество, которое прямо здесь, в этом стихе, мы можем с вами его найти. Что сделал, мы читали с вами уже этот стих в 18 стихе, получивший же, давайте с вами 16 стих, 16 стих, получивший пять талантов, пошел употребил, человек получил пять талантов, он пошел эти пять талантов употребил, вот скажите, для того, чтобы что-то употребить, что надо проявить? Какое-то качество, какое? Вот, спасибо большое, совершенно верно, усердие. Вот обратите, пожалуйста, внимание, имеющий пять талантов, он проявил усердие, и пошел, употребил эти таланты, и приобрел другие пять. Смотрите, что говорит Иисус, это очень сейчас важная мысль, которая ценна для каждого человека. Он говорит следующее, стих 29, всякому имеющему, и давайте сейчас вот сюда, к этому тексту, добавим это качество, усердие. Смотрите, что получается, всякому имеющему усердие дастся и преумножится, а у не имеющего усердия отнимется и то, что имеет. Ленивый человек, ленивый раб и лукавый, это человек, которого усердия вы не увидите в этой притче никак. Он даже не беспокоился, он усердия не проявил, он закопал и тихонько ожидал. Так вот, это я говорю вам и говорю это самому себе. Послушайте внимательно, как вы и я можете умножать способности в своей жизни? Как могут увеличиваться Богом данные таланты тебе в твоей жизни? Есть несколько вещей, которые тебе нужно сравнивать себя с учениями Иисуса Христа. Раз. Второе. Помни и знай, не позволь негативным сторонам твоего характера заглушить Богом данные таланты. И третье. Помни и знай, тебе очень и очень и очень нужно ценное качество под названием усердие. Если человек усердно изучает английский язык, скажите, к чему это приведет? Ему дастся знание английского языка, еще и приумножится. А если человек к английскому языку относится так, вот надо его выучить, а он даже усердие не прилагает, то даже и то, что из английского знал, и то забудешь. И это во всех сферах. Как человек овладевает навыком играть на фортепиано? Как человек овладевает навыком игры на флейте, на гитаре? Как это происходит? Очень просто. Человек проявляет усердие. И вы обратите внимание, тот, кто начал проявлять усердие и играть на гитаре, это удивительно. Бог берет этому человеку и добавляет еще. Он начал усердно играть на гитаре, а Бог взял ему и добавил еще. Не только будешь отныне петь, играть, но будешь и петь. Человек и это начинает усердно ты сможешь других учить, а теперь еще больше ты сможешь сам сочинять. Вот и получается человек, который в своей жизни проявляет усердие, это человек, который пред Богом получает право на то, чтобы ему духовно богатеть. Итак, когда мы с вами сейчас говорим, почему люди в церкви отдельные трудятся, а другие нет, есть как минимум три причины. По какой причине люди в церкви ничего не делают? Первое, люди сравнивают себя с другими, и они говорят, пусть трудятся талантливее меня. Я хочу тебе сказать, мой друг, даже если тебе дан один талант, за один талант Бог с тебя и спросит. Второе, почему люди не трудятся, потому что люди позволили негативным сторонам своего характера, чтобы эти негативные вещи заглушили в нем Богом данный талант. У героя этой притчи это были две вещи, лукавство и лень. И третье, отсутствие усердия. Вот почему апостол Павел в посланиях к кремлянам писал такие слова в усердии, не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. И теперь, молодые люди, я говорю это вам и говорю это самому себе, вы должны теперь для себя понять, вы призваны здесь, на планете Земля, быть людьми, на веточках которых созревают плоды. И очень важно, чтобы созревали на тебе плоды, которыми пользуешься не ты, а чтобы созревшие в твоей жизни плоды были полезны людям, которые вокруг тебя, чтобы они от тебя могли почерпнуть утешение, вдохновение, поддержку и так далее, включая физическую помощь в том числе. И для того, чтобы ты и я становился все более и более талантлив, все более и более плодотворен, для этого есть несколько вещей, я повторяю их еще раз, три вещи. Первое, никогда не сравнивай себя с другими людьми, сравнивай себя с учением Иисуса Христа, прими на себя личную ответственность, что за вверенные таланты тебе придется перед Богом дать ей ответ. Второе, не позволь негативным чертам твоего характера победить или заглушить в тебе Богом данные таланты. А этих негативных привычек, черт характера огромное количество, не позволь этим вещам заглушить Богом подаренный талант. И третье, помни и знай, наличие усердия в твоей жизни это признак к духовному богатству. Тот, кто трудится, усердно читает Библию, тот ежедневно себя обогащает познанием из Библии. Тот, кто ежедневно усердно пребывает в молитве, тот имеет всегда близкое молитвенное общение с Богом. Тот, кто усердно занимается любыми другими вещами, этот человек в этой сфере становится лучше, специалистом выше, профессионально талантливее, одареннее, и наоборот, как только в твоей жизни отключается усердие, ты сразу избираешь путь под названием становлюсь беднее, нище. Кто из вас катается на велосипеде? Кто-то из вас умеет ездить на велосипеде? Поднимите руку. Вы обращали, пожалуйста, внимание, спасибо большое, любители велосипеда, я понял, много. Вы обращали внимание, что когда закончилась зима, вот когда закончилась зима, вы обращали внимание, вы сели на велосипед, пытаетесь ехать, а он как будто бы чужой, ой, что-то такое, вроде бы как и равновесие держать тяжело, и вроде бы как педали крутишь, как будто они какие-то, как будто новые. Скажите, а если вы сели на тот же велосипед, на котором катались осенью, что произошло за зимнее время? Просто вы не упражнялись в этом деле в каких-то четыре месяца, и вы сели весной на велосипед, велосипед тот же, педали те же, руль тот же, а вы чувствуете, что вам нужно время, чтобы снова свободно на велосипеде себя чувствовать и легко влево-вправо поворачивать. Вот это в любой сфере так. В то, в чем ты упражняешься, в том ты нужный навык приобретаешь. И поэтому, молодые люди, я говорю это вам и говорю это самому себе, для того, чтобы вы для себя могли понять эти три вещи, которые важны, чтобы человек никогда не позволил этим трем вещам прийти в его жизнь, потому что ваша жизнь и в служении, и в труде, и в работе, она тогда станет причиной беды, катастрофы и несчастья. И последняя мысль, которую я быстренько очень вам скажу, и мы с вами вместе Богу помолимся, это маленькая мысль. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь думали над такими простыми мыслями, может ли подросток быть причиной Божьего чуда, или нет? Как вы думаете, может ли Бог через подростка совершить что-то великое, славное, великое и невероятно славное? Или это удел только тех, кто постарше, кому 45, как брату Олегу? Как вы думаете, может ли Бог через подростка сделать чудо? Я вам прочитаю один маленький эпизод из Священного Писания, чтобы вы могли обратить на его внимание. Я только один текст прочитаю и просто его прокомментирую. Вы помните, когда Иисус насытил 5000 человек? Есть в Писании такое чудо, которое называется насыщение 5000. И там есть такое интересное дело, когда люди начали, когда люди, около 5000 человек, желали кушать, а еды не было. Подошел один из апостолов к Иисусу и сказал, здесь люди кушать хотят, их надо отправить, чтобы они где-то нашли себе еды. На это Иисус сказал этому ученику и говорит, нет, подожди, не надо никого никуда отправлять, вы дайте им есть. А он им сказал, послушай, у нас есть только 300 динариев, но на такую сумму мы даже и маленькую кроху не купим, чтобы каждому досталось хотя бы понемножку. И здесь вот я читаю одну только фразу, 9 стих. Это слова одного из апостолов, которые он говорит Иисусу. Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Обратите внимание на фразу тут есть у одного мальчика. Мальчика. Скажите, пожалуйста, мальчика. Вот какая самая последняя возрастная категория, когда к этому человеку можно применить это слово мальчик? Вот можно к парню 25 лет использовать это слово мальчик с пятью хлебами и двумя рыбками? Нет? А 16 лет? Мальчик. Ну, вообще, вот, да, я вижу, сестры махают головой не-не-не-не-не, 16 лет, вы что? Это уже все. Вообще, если так брать по возрастной категории в педагогике, то приблизительно так. 12 лет это вроде бы как последняя такая в педагогике вроде бы как принятая норма. К человеку можно применить такую фразу мальчик. А после уже юноша, отрок, отроковица, девица, ну и так далее. Так вот, можете себе представить мальчик в 12 лет? Обратите внимание, что он имел 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Вот тут я хочу сделать очень быстро, очень интересную, думаю, очень полезную мысль. Скажите, пожалуйста, как у мальчика в 12-летнем возрасте как у него оказались в руках 5 хлебов и 2 рыбки? Как они у него оказались? Молодец. Спасибо тебе большое. Огромное, громадное, просто неизмеримое. Спасибо. Совершенно верно. Я больше чем уверен, что ему просто мама эти и рыбки сжарила, и хлебы испекла. И я не исключаю, что когда мама отправляла этого мальчика 12-летнего возраста, когда она его ложила в его сумочку хлебы и рыбки, я не исключаю, что мама говорила фразу, которую, наверное, ребята, вы тоже очень часто слышите. Она передавала сумочку с хлебами и с рыбками и говорила такую фразу «Смотри, чтоб съел». Все. Знакомая вам фраза, да? А теперь внимание. Слушайте, пожалуйста, еще раз внимательно. Смотрите, всем там 5000 человек, и всем пятитысячная масса людей, и всем нечего кушать. Внимание, всем, кроме одного блаженного мальчика. Скажите, хватит ли мальчику в 12-летнем возрасте 5 хлебов и 2 рыбки, чтобы покушать, или нет? Вот это интересная картина. Знаете, у мальчика в сумочке лежит 5 хлебов и 2 рыбки, он смотрит взрослые глаза людей и говорит, ребята, какие же вы глупые. Вот вы голодные, а у меня есть, что покушать. И мудрый мальчик, знаете, что мог бы сделать? Мог бы где-нибудь так зайти за большой хороший куст или в хорошую ложбинку присесть, вокруг никого нет, открыть, что мама дала и с удовольствием лопать, благословляя Бога Израилева и благодарить маму, что она и хлебы испекла и рыбки положила. Ну вот удивительное дело, это мы прочитали 9 стих, а я теперь читаю 10. Иисус сказал, велите им возлечь, было же там, было то место много травы, и так возлегло людей, числом около 5 тысяч. Вот 11 стих. Иисус взял хлебы, воздав благодарение, раздал ученикам. Хочу обратить ваше внимание на фразу Иисус взял хлебы. Я задаю вам вопрос, как у Иисуса в руках оказались хлебы, которые были у мальчика? Это что, апостолы отняли у ребенка хлеб и рыбки? Вот. Вот мне приятно сегодня общаться, вот сколько немудрых фраз всегда братья. Ой, спасибо, одно удовольствие. Ну это не значит, что сестры немудрые, сестры тоже мудрые, но слава Богу, братья, чуть-чуть мудрее. Некоторые сестры даже постеснялись улыбнуться. Сестры, я вас этим не огорчаю, все хорошо. Как оказались у Иисуса в руках 5 хлебов и 2 рыбки? Ответ очень простой. Мальчик добровольно 5 хлебов и 2 рыбки, он их сам добровольно отдал. А я задаю вопрос, подождите, а что же у мальчика тогда осталось? Ничего. А теперь представьте картину, мальчик возвращается домой. Событие закончилось, время к ночи, мальчик возвращается домой, он приходит домой, открывает дверь своего родного дома, мама смотрит ему в глаза, и как вы думаете, что мама у него спросит? Совершенно верно, то, что спрашивают обычно у вас. Она прямо так говорит, ну-ка расскажи так, ты все съел, что я тебе положила? Ответ мальчика был уникальный. Мама, я ничего из того, что ты мне положила, даже и не укусил. Можете представить, какое было выражение глаз у мамы? А мама тихонько потом, а мальчик тихонечко продолжил, Мала, подожди, знаешь, что я сделал? Я все 5 хлебов и 2 рыбки, которые ты мне положил, я их взял и отдал Иисусу. А знаешь, мама, что было потом? Мама, мною в руки Иисуса отданные 5 хлебов и 2 рыбки, мама, ты не поверишь. Они стали причиной, что 5000 взрослых человек покушали, насытились и стали Богу благодарными. И я теперь задаю вам вопрос, скажите, пожалуйста, кто герой в этой библейской истории? Кто главный герой? Петр? Филипп? Андрей? Кто главный герой? И я говорю вам, мальчик, которому было 12 лет, а в чем его было геройство? В 12-летнем возрасте он не пожалел отдать. Помните, мы начали с этого? Когда человек воистину духовно здоровый, взрослый, не тогда, когда он к себе тянет, а когда от себя отдает. И я хочу тебе сказать, мой друг, когда ты что-то отдашь Иисусу, свой талант пения, свое время, свои способности постигать учебу, математику, химию и так далее. Я хочу тебе сказать, Бог это приумножит так, что это будет благословением для других людей, а ты будешь причиной великого Божьего чуда. Аллилуйя! Поэтому никогда не отлагайте время Божьих чудес в вашей жизни, когда вы станете взрослее. Ничего подобного, имея тот возраст, который вы имеете, вы уже можете что-то Иисусу дать, вы уже можете что-то Ему посвятить, вы уже можете для Его славы что-то сделать. А потому таланты и способности, которые вы имеете, пожалуйста, реализовывайте их для Бога, во славу Бога, не думайте о себе, а думайте о том, чем вы можете быть полезными для других. Побеждайте в себе эгоизм, проявляйте усердие и никогда не сравнивайте себя с теми, кто вокруг вас. Будьте людьми, которые сравнивают себя с учениями Иисуса Христа и искренне служат святому и великому Богу. Я хочу пригласить вас, друзья, я к молитве, в которой мы с вами благословим имя Господне и попросим у Него помощи, чтобы таких мальчиков 12-летнего возраста и в вашем, и в моем лице Бог нашел в 21 веке как можно больше и сотворял свои великие и славные чудеса и знамения во имя Иисуса. Если душа истонится страдания, верить не может мой Б Hour. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если друзья изменяют порою, ты говоришь, не грусти. Я, общий друг твой, я буду с тобою, и сохраню на пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если молодой брат звонит постоянно молодой сестре, постоянно отправляет смс-ки, как правильно поступать. Конечно, вопрос немножко для меня сложен в том, хотел бы знать, какой возраст и какое положение к церкви этих личностей. Но в конечном итоге не так важно. Если полагать надо, это пишет сестра, то скажи ему, чтобы он этого больше не делал, ибо это приведет его к беде. И ты хочешь и меня в грех втянуть. Если не послушает, скажи служителю того брата, чтобы он ему пояснил и сказал, что это искушение, которое сыграет, я в плане темы брата Азанова первой, приведет к печальным последствиям твою жизнь. Это то, что может скалечить твою жизнь. Поэтому хорошо, если сестра, которой поступают в этой семетске, не примет как почтение, как уважение или с приятностью. Это большое, я бы сказал, искушение. Поэтому, слава Богу, что именно душа понимает, которая писала, что это плохо, что этого не должно быть. Никаких в этом плане семесок, звонков, не должно быть, избегайте, если хотите, быть христианами и служить Богу. Второй, в этом, я бы сказал, плане, если подросток слушает харизматическую музыку, как она может влиять на его и чего нужно опасаться. Во-первых, я хотел бы сказать, что в полном смысле слова харизматическая музыка, хотя она есть глубокая и меньшая, это музыка с ада. И поэтому те души, которые ее любят, последствия, я лично знаю некоторых, которым я говорил, остановись. он мне отвечал, ты неграмотный, Алексей Игнатьевич, в музыке, ты не разбираешься. Кончилась психбольницей. Поэтому я очень, ну, не советую, а даже прошу не слушать, не вникать и не воспринимать. Ну, об этом можно бы очень много говорить, но я не хочу. Потому что, допустим, это есть выражение в лучшем случае эмоций, а в худшем побуждение дьявола. Полюбите музыку, от которой сокрушается сердце, и вы можете исполняться Духом Святым Господу. Следующий вопрос. Говорят, что благословение матери и отца сбывается. А почему так получается, что сын не стал служить Богу? Конечно, на этот вопрос я сожалею, что, может, не вдолетворен будет ответом. Если рассматривать Библию, то можно видеть, можно видеть и у благословленных отцов, но дети сегодня приводили пример и ряд других. Есть примеры, примеры, что и дети неблагословленных родителей служат Богу. То есть причины на это очень разные. У Илии, который был человек, боящийся служащий Богу, была одна слабость. Он им говорит, вы плохо делаете, а Бог говорит, ты должен не говорить, обуздывать их. Поэтому в одних бывают причины, что родители попускают, не вразумляют. В других причины бывают родители, отец и мать не в унисон воспитывают детей. семей. Конечно, может, вы удивитесь, но я ряд встречал таких семей. Папа говорит, сыночек, оставь это, а мама говорит, ну, ничего особенного, он подрастет, сам поймет. Поэтому все причины не перечесть. Я только хочу сказать, не только в Библии, даже смотря на церкви, на братья, на служителей, немного тех семей, где все дети верующие. Я уже приводил пример, не помню, может, и в вас говорил, может, и вы читали, одной сестре, это она в Германии вроде, было семь детей, и все верующие, и ее спрашивают, расскажи, как ты могла воспитать, что они все верующие? она говорит, а вы знаете, я особо и не знаю, почему, когда я вышла замуж, мне Бог сказал, если ты будешь ходить передо мною, и дети будут служить мне. Это понятно, что если именно мы будем ходить перед Богом так, что наши молитвы Бог будет слышать, а может слезы за детей Бог будет спасать. А причин очень много. Все их, не я, не даже и братья, если будут говорить, все не перечтем. Такой вопрос как подавить в себе чувство влюбленности. Во-первых, надо понимать, поймите, что это искушение. Если вы не поймете, что это искушение от лукавого, вы ничем не избавитесь. Вы будете это лелеть, вам это будет нравиться, вы будете под этим впечатлением ходить, а то и говорить, и действовать. Поэтому прежде всего надо познать, что это искушение. А когда вы понимаете, что это искушение, то надо покаяться и молиться Господу, потому что это очень может быстро расти. И это чувство к той личности, оно будет замечено. и тогда может стать уже зависимость. У нас в Новосибирске есть подростки, он и она, которым мы с братом Олегом как не убеждаем, как не показывали, именно поймите, что это грех, что если не является сейчас, вы не видите грехом, это впоследствии приведет ко греху. В этом плане можно было бы немножко добавить, я беседуя с молодежью на эту тему всегда говорю, братьям, покуда у вас не стал конкретно вопрос о женитьбе, вы не пускайте сюда никого, будьте, чтобы все для вас были безразличны, ко всем одинаковы, если хотите, чтобы брак и жизнь была благословленна, а сестрам, покуда не будет через служителя предложение, то же самое. Понятно, что мы понимаем, одни более нравятся другие, но если это просто рассуждение или взгляд, но если уже мы запустили сюда, это искушение, бойтесь, оберегайтесь, я повторяю, надо понять, что это искушение, надо покаяться и молиться, в некоторых случаях надо идти к служителю исповедоваться, но бывает гораздо хуже, когда уже они обменялись и такое мы встречали. ну здесь надо вникать, мы говорим, прекратите всякую связь и по телефону, и по МСК, надо покаяться и оставить. Я, друзья, хотел только уточнить, что мне передали еще одну записку, поэтому у меня два вопроса. Итак, первый вопрос, который адресован лично мне, я его озвучиваю. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я росла с мамой, отец жил в другом городе, в 2006 году отец умер, а обида в сердце есть до сих пор. Как поступать? Так, вкратце, я хочу сказать, что мне немножко знакома эта ситуация, потому что я в определенной мере сам ее пережил. Я уже сегодня так немножко говорил, что я тоже очень рано лишился своего отца, когда мне было 2 месяца. Будучи младшим ребенком в семье, когда мне было 2 месяца, отец оставил семью и ушел. Более того, моей маме он причинил очень много горя. Я не хочу подробности говорить, не говоря о том, что он за ней гонялся и с топором гонялся и все остальное. Она очень много горя пережила от моего отца. Он оставил или сделал меня, ну скажем так, сиротой. Когда я был подростком, я очень мечтал иметь папу. Я говорил сам себе, я говорил Господу, Господи, почему у многих есть папа, а у меня папы нету? Это для меня было большой болью. и вот эта вот душа, которая пишет, ну нечто подобное, она тоже пережила или пережила, что отец, видно, принес какое-то горе, страдание в семье. Она жила с мамой. Я хочу теперь на что обратить внимание, почему мы продолжаем в данной ситуации иметь обиду, боль и скорь по отношению этого человека. даже если он уже и умер, как вот в этой ситуации. Дело в том, что когда мы что-то ставим в вину этому человеку, даже если он и отец или мать, когда мы ставим в вину, то вот эта обида находит место внутри нас. Но главная проблема наша в том, почему обида находит место внутри нас, что когда тот или иной человек неправильно поступает или поступал, мы не видим, кто за этим стоит. Если бы мы действительно видели, кто за этим стоит, мы бы, наверное, были бы больше расположены к жалости к этому несчастному человеку, потому что в плохом деле за этим человеком стоит дьявол или духи зла. Я вам простой еще другой пример приведу, но он очень хорошо сюда подходит. Один брат мне в Новосибирске рассказывал, он работая в метро и такая у него профессия, там убирает мусор в метро и у него такой специальный большой совок и веник, он идет и собирает в этот совок мусор и такие находятся люди, особенно это молодые люди, которые просто издеваются над такими работниками. Он убирает мусор, проходит молодой человек и бросает определенную купюру и наблюдает, что же он будет делать. Конечно, этот брат говорит, я эти все деньги заметал в мусор и выбрасывал, но у меня на этих людей была обида, почему они такие злые, почему они такие люди, которые делают такие вещи. И потом он говорит, и вдруг Бог меня вразумил, а почему я на них вообще обижаюсь. Эти люди почему так поступают? Да потому что они во тьме, потому что враг душ человеческих им диктует в мыслях так поступать. Если бы эти люди покаялись, они бы так не поступали. И когда я понял, что именно главная причина, почему эти люди так себя проявляют, я перестал на них обижаться. Я перестал на них какую-то обиду иметь. Я стал за них молиться, Господи, дай им покаяние, чтобы свет твой вошел в их ум и сердца, и они будут другими людьми. Поэтому по отношению этой записки поймите, что почему отец это делал. Я думаю, что судя по контексту, наверное, он был неверующим человеком, потому что дьявол его держал во тьме. Но чтобы исцелиться от этой проблемы, конечно, я часто говорю, и у нас в Новосибирске, в других местах, что исцеление начинается с покаяния. Столько лет держать обиду на отца, это неправильно. И сказать, Господи, вот по факту у меня это было или у меня это есть. Я допустила многолетнюю обиду и не могла простить даже умершему отцу. Прости меня, Господи, я каюсь в этом, помоги мне. И когда через искреннее покаяние и обращение к Богу, когда мы, как я уже сказал, правильно понимаем эти вещи, тогда от Бога и приходит исцеление, и мир приходит, и покой. Пусть Бог вас благословит. И второй вопрос, он, конечно, очень серьезный вопрос, но я так постараюсь очень коротко, как понять исполниться Духом Святым. Вообще слово исполниться имеет несколько значений. И одно из значений исполнится значит наполнится до краев, до избытка. Ну вот простой пример, я так часто привожу. Вот возьмите стакан, да, или сосуд. Он даже внутри может быть чистым, но в нем может быть вот столько воды, в нем может быть вот столько воды, а можно так налить, что уже вода как пойдет? Через край. И уже она пойдет дальше. Поэтому человек, когда наполняется благодатью или исполняется Духом Святым, то в нем эта жизнь Божья или жизнь Христа, она уже через край идет, и как уже сегодня брат Игорь говорил, она начинает уже течь и служить, служить другим людям. Поэтому, когда мы исполняемся Духом Святым, то главным образом идет работа, действия и результаты именно благодати и Духа Святого. Вот еще один пример Священного Писания. Помните, мы читаем в книге пророка Изекииля, когда этот муж, который был послан к пророку, то он отмерил тысячу локтей и вошел пророк по лодыжку, еще тысячу локтей там по колено, по пояс, а потом еще тысячу локтей и что произошло, помните? И он поплыл. То есть, уже когда-то он шел, хотя уже и вступал в воду, но он шел, но пришло время, когда он поплыл и вода уже понесла его, вода уже она держала его полностью. Вот точно так же происходит и при исполнении Духом Святым, когда мы наполняемся, уже идет работа Духа Святого. можно исполниться в молитве, можно исполниться во время проповеди, можно исполниться для какого-то даже слова, для какого-то дела. Оно многоразлично проявляется исполнение Духом Святым. Я еще один пример приведу, чтобы немножко понять вот этот вопрос. Еще когда я жил в Средней Азии и был очень молодым человеком, то брат-служитель поместно рассказывал. Говорит, вот и едут два брата. Один, одного Бог крестил Духом Святым, а второй был брат из баптистов. И который из баптистов, он ехал на велосипеде, а который вот уже крещен Духом Святым, он ехал на веломоторе. И вот так они едут с небольшой скоростью и в то же время успевают общаться, разговаривать. И этот из баптистов брат спрашивает, послушай, вообще вот какая разница между вами и нами, между тобой и мной. И он интересно ответил на этот брат. Он говорит, знаешь что, вот ты едешь на велосипеде, ты прилагаешь усилия, ты вроде стараешься, что-то делаешь и как-то потихонечку движешься. Теперь на меня посмотри, у меня и шум есть, и искра есть, авиаломотор меня везет. Я сижу только так немножко, а у меня везет. Вот такая разница. Когда мы наполняемся Духом Святым, тогда может быть и шум даже есть, то есть может даже и молитва пойти, и громкая молитва, но и искра есть, это внутренняя благодать, и теперь уже Дух Святой, Он движет, Он работает, Он что-то делает. И, конечно, еще есть очень важный момент, есть повеление от Господа, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Поэтому это к нам повеление. И оказывается и от нас зависит, чтобы нам исполниться Духом Святым. Что для этого нужно? Конечно, уже много было сегодня сказано. Это чистое сердце. Если и нашим, и вашим, если и до Бога, и до мира греховного, и туда, и туда, у тебя нет шансов для исполнения Духом Святым. Ты будешь всю жизнь слышать, что делает Дух Святой. Ты будешь всю жизнь читать деяния апостолов. Ты будешь всю жизнь слышать благословенные рассказы других людей и никогда не узнаешь, что такое действительно исполнится Духом Святым. Но если будешь стремиться к чистоте сердца, к целомудрию, и будешь иметь веру в Господа, и будешь действительно молиться, то есть усердие прилагать, потому что с ленивым Бог, мы слышали, Он никогда не пойдет. Желает душа ленивого, но тщетно, а душа прилежного насытиться. Поэтому если эта жажда в тебе есть и к Богу, и будешь усердным, прилежным в молитве нуждаться, то Бог исполнит тебя. Где, когда, не знаю. Это знает Господь, но ты переживешь это действие, движение, жизнь и силу благодати Духа Святого. Слава Господу. Это все мне? Да. Хорошо. Как подросткам научиться иметь ориентир, что можно делать, что нельзя. Если слушать голос совести, но она может быть сожженной. Какие фильмы смотреть, какие фильмы смотреть, как одеваться и так далее. Конечно, друзья мои, если мы говорим об ориентирах, то главный ориентир это есть священное Божье Слово. И когда человек действительно хочет исполнять Божью волю, когда он действительно хочет жить в согласии с Богом, то для него Божье Слово будет авторитетом. Потому что если человек этого не имеет, ведь Христос как сказал, кто желает исполнить волю Отца Небесного, тот узнает о всем учении от Бога ли оно. Кто желает исполнить. Поэтому если человек не желает исполнить волю Божию, мы сегодня слышали, он найдет массу причин оправдать себя по отношению одежды, по отношению фильмов, по отношению всех других вещей. Поэтому важно личное отношение к Богу. Господи, хочу жить по Твоей воле, научи, разуми, пребывай в слове, и тогда это слово начнет пребывать в тебе. И когда это слово пребывает в тебе, тогда это самый лучший ориентир именно правильно идти. Конечно, можно говорить еще о других ориентирах, но это уже, знаете, по мере духовного роста. Потому что есть вещи, которые может быть нам на самом деле действительно трудно понять. Это уже жизнь или работа Духа Святого внутри нас. Ну, повторюсь, это уже такая сфера духовного роста. Но знайте, что пребывайте в слове, держитесь Господа, имейте искреннее открытое сердце для Бога. и Господь покажет, научит, если вы хотите действительно его держаться, его слушаться. Ну, а сегодня уже вопрос, какие фильмы смотреть, что вы понимаете под словом фильмы? Есть фильмы разные, есть фильмы художественные, есть фильмы так называемые христианские фильмы, не христианские и так далее. То, друзья мои, в этом направлении я так отвечаю, скажу откровенно, я не понимаю в терминах христианские фильмы. Я не знаю христианских фильмов. Если мы говорим вообще о видеоматериале, это один вопрос. Допустим, вот сейчас идет конференция, идет видеозапись, потом мы просматриваем видеоматериал, это нормально, это назидание. Но если вы имеете ввиду просто фильмы с участием артистов, повторюсь, я не признаю и не знаю так называемых христианских этих фильмов, потому что даже есть фильмы, которые как бы на какую-то тему событий из Библии. Но одна сестра в Новосибирске тоже рассказывала, точнее, с Новосибирской области, она говорит, я пришла в магазин в Новосибирске под названием «Посох». Это магазин, где очень много так называемой духовной литературы, очень много этих вот фильмов так называемых христианских. Я вот купила там про Соломона, про Иосифа и еще там какие-то. Но когда я домой пришла, мы сначала решили посмотреть с мужем, а чтобы потом показать детям эти христианские фильмы. Когда стали смотреть, то просто мы ужаснулись, что в этих так называемых христианских фильмах есть такие вещи непристойные, не говоря о том, что во многих этих фильмах есть и поцелуи, есть какие-то еще другие картины и так далее. Поэтому не надо питать себя вот такой пищей, эта пища, она просто опустошает вас и мешает исполниться Духом Святым. Пребывайте в общении с Богом, пребывайте в общении с народом Божиим, заполняйте этим время, и тогда вас не потянет ни на эти фильмы и так далее. Ну и вопрос одежды это в принципе в том же направлении. Можно ли смотреть мирские фильмы? Мирские фильмы по своему содержанию они несут в себе свои ценности. Нельзя считать, что мирские фильмы они по своему содержанию безобидные. Так или иначе это источник информации и в этом источнике информации есть свои крупицы, которые этот источник информации до слушателя или до зрителя доносит. Другими словами, что-то в этом фильме показывается в виде героя, в виде того, что является позитивным и положительным. И, наверное, вы не секрет, наверняка вы это встречали. Я лично видел, наблюдая просто в своем микрорайоне, что когда, наверное, закончился очередной фильм, ну, я так предполагаю, наверное, по программе был очередной фильм, и ребята, мальчишки, там, 7-9 лет высыпали на улицу, я наблюдаю, что у них сразу соответствующее поведение. Кто-то из них взял кусочек веточки пух-пух, пух-пух-пух. Я сам себе думаю, где он это пух-пух-пух вот сейчас вот насмотрелся. Вот что-то у него появилось желание не пожилой женщине там сумку поднести, не многодетной семье кусок хлеба отнести, а у него появляется желание пух-пух-пух. Так вот, суть в следующем. Если ты будешь смотреть информацию, включая видео, аудио или книги, которые по своему содержанию будут носителями мирских ценностей, это отчасти будет в тебе рождать желание подражать тем героям, которые в этих носителях информации присутствуют. А потому лучше от этого быть в стороне, к этому не прикасаться, а думать и в свою жизнь впускать только ту информацию, и которая несет назидание в свете Библии. Поэтому читайте книги, которые являются библейскими, читайте книгу Библию, читайте и смотрите и общайтесь с теми людьми, которые являются носителями христианских ценностей. Тогда вы нигде и никогда себя не подставите под угрозу. А в Библии написано худые сообщества, худые сообщества, что они делают с добрыми нравами, развращают. Добрые нравы. Поэтому, если у вас нравы добрые, но вы открываете себя для того, чтобы общаться с людьми, у которых нравы развращенные, то вы находитесь в опасности, потому что ваши добрые нравы могут быть разрушены, и в конечном итоге вы потерпите от этого урон. Следующий вопрос. Как сохранить себя от соблазнов? В этом отношении кратко можно это сформулировать так. Что такое соблазн? Вообще есть такая хорошая фраза, которая звучит так. Похоть дремлет, пока соблазн ее не разбудит. Вот в каждом отдельно взятом человеке, какое бы то ни было греховное желание, оно находится всегда в состоянии сна. А просыпается оно благодаря будильнику под названием соблазн. И поэтому у кого-то этот соблазн является взять чужое, у кого-то посмотреть запретное, у кого-то послушать то, что не является для тебя адресованным. Поэтому сколько людей, столько может быть и разных причин и соблазнов, которые будут в них чувства, которые побуждают их ко греху. Как это победить? Во-первых, нужно четко для себя знать, что является волей Божьей для твоей жизни. Как это можно знать? Лично исследуя, лично читая, лично вникая в Священное Писание. В процессе образования банковских работников в Японии у них есть такой уникальный подход. Они тех работников, которые будут работать непосредственно с денежными купюрами, они на протяжении их учебы всегда, на протяжении всего времени, сколько они учатся на банковского работника, они всегда имеют дело только с оригинальными денежными купюрами. И за годы, сколько они учатся на банковского работника, Они так привыкают к тому, что на ощупь из себя представляет денежная купюра в ее оригинале, что когда после этого они начинают свою банковскую деятельность уже в виде работы, и он пересчитывает деньги, он раз на ощупь вдруг понимает, что это что-то не такое, что-то не похоже на оригинал, и очень легко выявляет подделку из-за того, что работает всегда с оригиналом. Так вот, это справедливо и в отношении Библии. Если вы сами лично всегда будете Библию читать, в нее вникать, о ней рассуждать, то вы лично сами легко распознаете, где есть опасность для вас, а где нет. Потому как сохранить себя от соблазна, во-первых, знайте, что пред Богом является грехом, а что нет, вникайте и следуйте, волю Божью для себя понимаете, а следующее, зная, где и в чем вы слабы, старайтесь как можно дальше быть от этих вещей. Другими словами, приближаться к этим соблазнам не как можно ближе, а как можно быть от них по жизни подальше. И последний вопрос. Дайте мне совет. Я от всех грехов уже, слава Богу, освободилась, а от штанов не могу. Помогите. Мы объявляем миссию по спасению сестры от штанов. Миссия спасения объявлена открытой. Я очень легко вам это проясню. В Украине я общался в одной семье, в которой многодетная семья, и одна из их дочерей, она долгое время, она всегда одевала брюки, и в брюках ходила всегда на учебу, там на все другие дела, юбку или платье одевала только, когда шла в служение. И ее родители, они мне не один раз говорили, Игорь, ну поговори, пожалуйста, с ней. И я очередной раз просто, будучи у них в гостях, очередной раз просто откровенно поговорил с ней, так вот сидя за столом. И прямо сидя за столом, она сказала, брат, Игорь, я, честное слово, я с этого момента больше их никогда одевать не буду. Прошло, может быть, года полтора, она очень прекрасно вышла замуж, и не так давно они имеют, и на данный момент имеют такую прекрасную, замечательную жизнь. Я не говорю, что если человек со штанами расстанется, тут же автоматически выходит замуж. Я говорю за другое, я говорю за Божье содействие. А теперь послушайте, что вам может в этом деле помочь. Вы должны для себя просто понять следующее, что наличие брюк, в жизни девушки наличие брюк, оно ее лучшим образом выставляет на всеобщее обозрение для похотливых и невоздержанных мужских взглядов и похотливых очей. Поэтому, если вы хотите быть человеком, который является соблазном для представителей мужского пола, то Библия говорит, лучше повесить им мельничный жернов на шею и бросить в пучину морскую, нежели чтобы через вас родился соблазн. Поэтому самая простая мысль, которая вам должна помочь, должна быть следующая. Послушайте, пожалуйста, сестры, сейчас внимательно. Вы, все, чем вас наделил Господь, включая всеми особенностями вашего тела, вы не предназначены для всеобщего обозрения. Вы со всеми своими особенностями предназначены только для одного. Для одного единственного, который, если в вашу жизнь и придет, и предложит вам выйти замуж, он это сделает богобоязненно, сделает это с благоговением и мудростью, но никак не с похотью и не с страстью. И теперь, хорошо, когда все, что из себя представляете вы, вы себя откроете не всем подряд, а тому единственному, для которого вы и предназначены. Поэтому та девушка, которая себя хранит и себя в целомудрии, в том числе и одевает, она, по сути дела, себя бережет для одного, для того самого драгоценного мужа, которым в свое время ее Бог и наградит. И это плохо, если христианка, живя на земле, является источником похотливого чувства, похотливой мысли, похотливого желания, которое просыпается в умах или сердцах неверующих похотливых мужчин. И я, разговаривая с одной девушкой, она сказала, ну просто такую мысль она отметила, что когда она проходила, когда она проходила где-то там в магазине, и она услышала, как там какая-то группа мужчин, глядя в ее адрес, сказали такую фразу, «Надо же, как сексуально выглядит!» И она это для себя восприняла как комплимент. Я, когда от нее об этом услышал, я говорю, знаешь, для тебя это должно быть таким просто колокольным звоном. Что из себя представляет твоя жизнь, что ты, будучи носителем света, на самом деле у представителей мужского пола рождаешь низменные, похотливые чувства. Поэтому я уже не раз приводил этот пример, я думаю, что многие из вас, может быть, его уже и слышали. Я говорю всегда так, хорошо, когда человек в своей жизни, своим поведением у лиц противоположного пола рождает правильные чувства. И пример очень понятный. Если вы, к примеру, уже давно не кушали, вы проголодались, и вы пришли домой, а дома на противне ваша мама изготовила вам такую хорошо зажаренную, запеченную курицу. Вы домой зашли, а запах курочки запеченной уже прямо все слюноотделение у вас уже провоцирует. И как только вы зашли на кухню, смотрите, мама прямо эту курочку на противне из духовки достает. Вот вы смотрите на эту курочку, у вас слюноотделение самое что ни на есть обильное. И вы говорите, мама, ну хоть кусочек или крылышко или ножичку от курочки. А когда вы, к примеру, поднялись на вершину горы или стали на берег Тихого, Атлантического или какого-то другого океана, и просто смотрите, как солнце за горизонт садится, и видите, какие красивые пейзажи, какие красивые картины природы. И вот вы смотрите на все на это, и при этом в восторге говорите, Господь, как ты прекрасен, как ты велик, как ты великолепен, как ты замечательен. И я говорю так, сестры, одевайтесь так, чтобы на вас смотрели не как на жареную курицу, а как на закат солнца. Чтобы, глядя на вас, люди, в том числе и мужчины, говорили так, Господи, как это возвышенно, как это красиво, как это благородно, как это элегантно. А не вместо того, чтобы на вас глядели и, мягко говоря, похотливые слюнки у необузданных людей текли. Вы тогда источник не благословения, а искушения. И пред Богом вы не человек, имеющий право на благословение, а наоборот человек, который претендует на мельничный жернов на свою шею. Не стоит вам этого делать. Читаю еще один вопрос. Как можно сохранить добрые нравы, если я учусь в школе неверующими детьми? Мне же все равно приходится с ними общаться. Что же делать? Нет общения с людьми неверующими. Этого запрета на это общение нет при одном условии. Очень простой ориентир. Если, расскажу, один брат говорит своему сыну, не общайся с этим молодым человеком. А почему, папа? Потому что он плохой. Потому что он нехорошо себя ведет. Он плохие слова произносит. Так, а я? А ты хороший. Вот ты хороший, потому не общайся с плохим. Задумался сын, небольшую паузу сделал. Говорит, папа, значит, мне с ним общаться нельзя. Он говорит, да, нельзя. Он говорит, скажи, папа, а ему со мной можно? То есть выглядит так. Ну, а вдруг он со мной будет общаться, и у него нравы изменятся в лучшую сторону. Так вот, ориентир здесь следующий. Если ты общаешься с неверующим человеком, и ты на него оказываешь доброе влияние, другими словами, ты общаешься с ним, и он перестает ругаться, перестает обманывать, перестает лукавить, перестает делать плохие вещи, то тогда ты это общение можешь продолжить. Нет, потому что ты исполняешь ту миссию, что ты являешься носителем света, и твой свет на этого человека влияет позитивно. А теперь, если картина по-другому. Ты общаешься с неверующим человеком, одноклассником, однокурсником, но картина другая. Ты чувствуешь, что у тебя начинают меняться нравы. Ты уже чувствуешь, что тебе не хочется читать Библию, что тебе уже хочется пойти вместе с ним, там он приглашает тебя на танцплощадку. То вот тут как раз-таки та ситуация, в которой Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Тут ориентир такой. Если ты общаешься с неверующими одноклассниками, однокурсниками, и на них влияешь ты, то тогда ты можешь продолжить это общение с ними. Но если ты чувствуешь, что они начинают влиять на тебя, то тогда это общение ограничить, его до минимума сократить, для того, чтобы и худые нравы не испортили твои добрые нравы. В этом отношении важно каждому человеку быть мудрым и благоразумным, для того, чтобы свою жизнь не потерять, а пред Богом ее сохранить. Скажем, слава Господу. Время бежит быстро. И я смотрю, немногие уже имеют тот вид, который был утром. Наверное, недостаток кислорода дает знать. Или уже было очень много пищи, что когда бывает, мы за обедом кушаем, 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 но уже, может, что-то есть еще, но уже не лезет. Поэтому мы все с вами ограничены. Я благодарен Господу, что наша церковь может послужить, и мы сегодня можем принять такое количество подростков, молодежи. И скажем, слава Господу. Мы уже с братьями рассуждали, и рассуждали с братьями, и говорим, что, возможно, на будущий год будет еще больше. Надо что-то думать, снимать где-то какой-то, или дом отдыха, или что, и иметь общение. Вместе иметь общение, может, уже и не один день будет, но уже как Бог устроит, усмотрит. Вы знаете, я не буду очень долго, время, понимаю, много уже, много пищи сегодня было, и даже если то, что сегодня было сказано, это будет в ваших сердцах к исполнению, то, я думаю, вы очень намного приблизитесь к Господу. Сегодня у нас золотой стих «А мне благо приближаться к Господу». И этот человек, Касаф, он говорит «А мне благо приближаться к Господу», потому что выше, в этой главе, он говорит о тех людях, которые в этом мире тоже живут, тоже что-то делают, и имеют, может быть, финансовые какие-то успехи. Но он говорит, что «А мне благо приближаться к Господу». Это было его решение, это был его опыт, это было его желание, и он сказал «А мне благо приближаться к Господу». И, вы знаете, я не буду зачитывать эту историю, которая записана в первой книге царств, когда Самуил еще совсем маленький, мама его привела в храм к Иле, и он там возрастал и рос. И помню с вами, настал момент в его жизни, когда написано «Они легли спать», он спал там, где был ковчег Завета, они легли спать, и Бог начал говорить к Самуилу. И скажите, пожалуйста, в то время Бог был близок к нему? Наверное, меня никто не слышит. Хоть я и сам русский. Все-таки бывает, когда проповедешь, можешь понять американцев. Когда мы учились в семинарии в Корее, извините, в Новосибирске, там корейская семинария, мы там учились, приезжали к нам из Америки преподаватели, из Кореи преподаватели. И когда они тоже нам что-то говорили, и надо было какая-то от нас реакция, и мы, а мы так все смотрели на них, то они тоже зависали и не поняли, то ли они понятно говорят, то ли непонятно. И я тоже не понял, вы меня слышите или нет? Так вот скажите, когда Бог к Самуилу говорил, он был близок к Самуилу или нет? Он был близок к нему. Когда второй раз он говорил, он был близок к нему? А когда третий раз говорил? Да. Скажите, а Самуил это разумел? А Самуил это не разумел. Вот сегодня я смотрю на ход всей конференции, смотрю, как вы слушаете, смотрю, как вы молитесь. Хотя я вообще люблю молиться с закрытыми глазами, но иногда мне приходится по долгу службы от них открывать и посмотреть, как молится народ Божий. И вы знаете, все молятся по-разному. Наверное, кто-то научился уже вслух молиться, а кто-то молится, наверное, внутренне, но при этом вот так разматривает на всех, смотрит. Ну, ногти я не видел, а так вот на братья все смотрят. Наверное, братья красиво молились, они так на них смотрят все. Знаете, у нас есть цель этой конференции. Этого собрания есть цель. Вы сегодня приехали, и этому есть цель. Мы желаем, чтобы вы были близки Господу. Когда-то мама привела Самуила в храм, это то, что она могла сделать. Вас родители родили, воспитали до сегодняшнего дня, скормили, и сегодня вы в домах Божьих. Слава Господу! Но это не предел, это не все. И Бог говорил Самуилу, но Самуил не разумел. И вот сегодня мы молимся, здесь была не одна молитва, и я вам скажу, каждому из вас, Бог весьма близок к славе Иисусу. Но я отметил другое, что не все это разумеют, не все это понимают. И мне охота спросить. И спросите сейчас каждый себя, или проанализируйте. Вот перед вами сейчас явно предстал Иисус. Что бы у вас было в сердце? Как бы вы себя вели? Ну, кто-нибудь скажет, о, Иисус, это ты, да? Нет, это были бы особые переживания. Это были бы особые благоговейные переживания у вас. И сегодня было сказано, что и через детей Бог может действовать. И в Библии есть место, помните, та девочка, та девочка, которая была приведена в дом Неймана, она знала о великом Боге, и Бог через нее явил благословение этому дому, этому человеку. И имя Божие прославилось, слава Господу! Поэтому сегодня у нас желание, и есть у всех у нас цель, чтобы всем нам и вам быть ближе к Господу. И сегодня много говорилось о том, что нужно для этого сделать. Поднимите руки, кто желает, чтобы Бог был близок к вам. Слава Господу! Но, друзья мои, а поднимите ли, кто желает сам быть ближе к Господу? Слава Господу! Но, да, и это есть разные вещи, это не одно и то же. Бог был близок к Самуилу и говорил, Самуил! А он встал и побежал куда? К Ильи! Вот я! Иди, 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 я тебя не звал! Да? И так три раза, и только потом на четвертый раз, когда уже Илья восказал, это Бог тебе говорит. Скажи, вот я, было наставление. И сегодня, сегодня обилие наставлений с братских уст и сердец для каждого, друзья мои, чтобы вы сказали, Господи, вот я, говори, раб слушает тебя. Нужно желание ваших сердец. Нужно, чтобы вы сами внутри увидели, желаете ли вы служить Богу, желаете ли быть близко, желаете ли вы разуметь, желаете ли вы быть водимой, его благодатью и духом. От вас сегодня зависит это ваше решение. Ни папа, ни мама, ни служитель. Никто этого не сделает. Если вы сами не захотите, если вся ваша внутренность, она не будет обращаться и взывать Господу. И как написано, когда я взывал, ты приближался ко мне. Поэтому очень важно, очень важно начать взывать, обращаться. Как в другом месте написано, взыщите меня, и я буду найден вами. И я вам скажу, это самая лучшая жизнь, когда человек может иметь близкое отношение с Богом. Когда человек близок к Богу, а Бог близок к человеку. Это самое лучшее, это самое главное, что Иисус принес на землю. О чем повествует эта книга, о том, что люди могут жить в единении с Творцом. Слава Иисусу! Это благословенная жизнь. Это путь чудес. Это путь славы Божией. Друзья мои, в Седрах Месах и Авдинага, мы знаем, что из этого народа израильского были избраны юноши, были избраны отроки, чтобы их научить, отделить для царства Вавилонского. Скажите мне, как получилось так, что эти люди оказались в печи огненной? И Бог там с ними был близок. Ангел был с ними. Это было случайно? Это было нечаянно? Это кто-то что-то перепутал, как сегодня были пример сказаны? Фамилия одна, имена другие? Нет. Потому что эти юноши, как было сегодня уже сказано, они раньше в своем сердце сделали выбор. Они раньше в своем сердце приняли решение. Они раньше и шли путем, который идет к благословению. И когда пришла трудность, то Бог был весьма близок с ними. Слава Иисусу! И сегодня мы будем молиться, сегодня мы будем призывать благословения на вас, на всех присутствующих на этом месте, чтобы Бог приблизил вас к себе, чтобы вы приблизились к Господу, чтобы вы могли не только слышать о чудесных делах Божьих, свидетельствах старших братьев, друзья мои, а вы сами могли быть свидетелями и очевидцами Божьего благословения, Божьей славы, Божьих чудес, которые вас будут сопровождать в жизни к славе нашего Господа. Слава Иисусу! И мы будем молиться. Но я только хотел бы, знаете, пожалуйста, пожалуйста, но давайте, что мы все будем молиться. Вы умеете глаза закрывать? Вы знаете, почему Самуил, Бог начал Самуилу говорить ночь, когда они легли отдыхать? А не когда сюда бегали, там, суетились? Я все служение сидел, рассуждал. Потому что если в тишине и в покое Самуил не мог различить и понять, что Бог к нему обращается и говорит, то тем более, когда бегаешь и прыгаешь, или глаза скользят везде, обращают на все внимание. Мы сейчас будем молиться. Величина благодати Божией или Бог прикоснется к вам по той мере, как вы позволите, как вы пожелаете, как вы захотите больше всего в жизни. От этого будет. Поэтому мы будем молиться. Мы будем призывать благословения. И Бог, который Духом Святым присутствует на этом месте, слава Иисусу, Он будет касаться. Он будет вас наполнять. Он будет вас своим истоками животворить вас. Сейчас, здесь, на этой молитве, когда ваше решение будет, да, я, Господи, хочу Тебя служить. Да, Господи, я хочу иметь с Тобой единение, хочу иметь с Тобой близость. Тогда Бог будет совершать. И после молитвы, я верю, вы станете другими людьми. Вы станете ближе Богу. Вы станете благословенными. Аминь. Будем молиться.